Уважаемые коллеги, мы будем начинать. Во-первых, сначала мы всех поздравляем с началом нашей секции в таком необычном формате. Первый раз секция анализовое чтение технологии спорта проходит в таком мощном дистанционном формате. А сейчас, пожалуйста, как вы сейчас видите, сейчас у нас перед нами выступят коллеги. У нас из НИИ физической культуры и спорта и из НГУ Лесговта. На презентации уже видно, что это Анна Михайловна Астраханцева, Инна Георгиевна Иванова. Пожалуйста, начинайте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Представляю вашему вниманию доклад, посвященный исследованию наглядности, принципа наглядности в различных видах спорта при освоении нового упражнения. Почему это важно? Конечно, существуют общие закономерности обучения, которые реализуются в спорте в виде дидактических принципов, например, оптимальной трудности, доступности, наглядности. Значение принципа наглядности для эффективности обучения в спорте очень велико. В процессе обучения формируется образ необходимого движения, который в дальнейшем является залогом успешности действий. Поэтому в литературе по спортивной педагогике к демонстрации предъявляются высокие требования. Необходимо обеспечить не только наглядность факта, но и наглядность закономерности, что позволит спортсмену самостоятельно решать двигательные задачи. Отмечается важность перехода от смысла действия к смыслу отдельных компонентов. Важно добиваться понимания значения каждой изучаемой операции в смысловой структуре действия. Как известно, в своей работе спортивному психологу необходимо разбираться в специфике вида спорта, понимать, от чего зависит эффективность действий спортсмена, как спортсмен обретает спортивную форму, что ему нужно делать для этого, и особенно, как в этом участвуют психические процессы спортсмена, восприятие мышления, как формируется уверенность в своих силах. Поэтому мы посчитали важным исследовать особенности применения тренером средств наглядности в зависимости от разных факторов, в том числе от вида спорта. В исследовании приняли участие 330 спортсменов из 47 видов спорта. Это учащиеся НГУ Лесгофта. Для обработки данных ответа спортсменов мы разделили на группы в соответствии с олимпийской классификацией, как скоростно-силовые виды спорта, многоборство, многоборья, спортивные игры, гимнастика, танцы, фигурное катание. Здесь представлено количество обследованных спортсменов по разным категориям видов спорта. Как проходило исследование, спортсмены заполняли анкету, им задавался вопрос и предлагалось пять вариантов ответа, которые необходимо было оценить в процентах. Всего должно было получиться 100%, как именно чаще всего тренер объясняет им новое упражнение. Тренер дает вам задание на тренировке, новое или плохо освоенное упражнение, как он обычно это делает. Подробно рассказывает все словами, показывает сам все упражнение, либо его значительную часть, показывает плакат, фото, видео, подборку, приглашает более квалифицированного спортсмена, чтобы продемонстрировать выполнение. Также пятый пункт, когда тренер просит мысленно несколько раз проделать это упражнение, прежде чем выполнять его вживую. На данном слайде представлены все оценки спортсмена по всем видам спорта по предложенным пунктам. Соответственно, можно увидеть, что тренеры во всех видах спорта довольно часто объясняют новое упражнение просто словами, часто показывают лично, иногда приглашают более квалифицированного спортсмена из присутствующих, чтобы продемонстрировать упражнение. В некоторых случаях тренеры просят мысленно воспроизвести упражнение перед выполнением и реже всего используют фото и видеоматериалы. Мы рассчитали значимость различий для групп видов спорта по каждому из пунктов с использованием критерия Реакраскила Олиса. Значимые различия представлены в таблице, они были выявлены между видами спорта по оценке использования словесных объяснений на уровне значимости меньше 0,05 и различия оценок по пункту демонстрации тренером были близки к значимым. Дальше, что будет происходить на следующем рисунке. Мы просуммировали различные средства наглядности, как демонстрация тренером, демонстрация квалифицированным спортсменам и фото. Мы суммировали и, соответственно, построили график, чтобы оценить соотношение вербальных и наглядных средств при объяснении. Значит, получили мы вот такую картину. В виде столбиков представлены средние значения по каждому из групп видов спорта. Тут можно увидеть, что во всех видах спорта наглядные средства объяснения превалируют на чисто вербальные. Однако это соотношение сильно различается в зависимости от вида спорта. Например, наибольшие различия между вербальными, включающими наглядными элементами средствами объяснения в танцах и в единоборствах. Вот в танцах очень большая разница, и в единоборствах тоже. Видимо, там легче показать, чем там рассказывать. Наименьшее в скоростно-силовых. Здесь одинаковое соотношение получилось словесных и наглядных средств. В гимнастике это различие не такое же большое, как можно было ожидать для сложно-координированных видов спорта. В многоборье и спортивных играх похожее соотношение, и в циклических видах спорта тоже довольно много демонстрации. Здесь, на этом графике, оценки показателей различных видов спорта представлены более детально по каждому пункту вопроса. Также средние значения. Что тут представляется интересным? Танцы и фигурное катание – это единственная категория, где словесное объяснение используется в среднем меньше, чем демонстрация тренером. Вот этот вот фиолетовый столбик. У всех остальных вот эти столбики выше, а здесь вот среднее значение больше в показ. Также это свойственны и для единоборств. Вот этот коричневый столбик, вот они практически равны, вот эти средние оценки. Демонстрация спортсменам активно используется в гимнастике, в единоборствах, вот эти вот. Многоборьях и в танцах, а вот в спортивных играх и скоростно-силовых и циклических видах спорта используются значительно меньше. Анкетирование показало, что идиомоторные представления больше применяются в спортивных играх. Ну, тут незначительно, но все-таки немножко больше. А в сложно-координационных не было выявлено какого-то большого их использования. Вероятно, в спортивных играх спортсмены имели в виду нечистые идиомоторные представления, скорее планирование действий и разворачивающиеся ситуации в виде мысленного эксперимента. По использованию фото и видеоматериалов в тренировочном процессе лидируют циклические виды спорта вот этот яркий малиновый столбик. Возможно, это связано с тем, что в этих видах спорта фазы движения сменяются достаточно быстро и спортсмен может плохо осознавать нюансы движения в связи с чем требуются наглядные средства. Так, конечно, мы понимали, что различие в средствах объяснения не определяется полностью спецификой вида спорта и проанализировали данные также и в соответствии с уровнем квалификации обследованных спортсменов. Мы выявили довольно много нюансов относительно применения различных средств выразительности по отдельным группам видов спорта и уровню квалификации, но, к сожалению, это выйдет за рамки доклада, если я буду об этом сейчас рассказывать. Здесь представлен наиболее общий график, на котором выявлены значимые различия в зависимости от уровня квалификации спортсмена в оценке пункта демонстрация упражнения тренером, когда тренер показывает упражнение сам либо полностью, либо значительную часть упражнения. Разброс упражнений довольно широкий, но, тем не менее, можно заметить, что получается низкоквалифицированным спортсменам тренеры реже показывают упражнения лично, затем более квалифицированным, таким как КМС, на ней больше показывают. Это, видимо, становится в какой-то момент важным. И далее мастера спорта и мастера спорта международного класса уже, видимо, не нуждаются в таких подробных, наглядных демонстрациях. И, соответственно, они значимо различаются в своих ответах по оценке этого вопроса со спортсменами первого-второго разряда и КМС. Вот здесь видно, что они ниже оценивают то, что им тренер что-то демонстрирует. Дальше перейдем уже к выводам. Получается, что наглядные средства очень широко применяются при объяснении нового упражнения в спорте больше, чем вербальные. И важно, что при объяснении нового упражнения в различных видах спорта тренеры в разном объеме используют средства наглядности. Во всех видах спорта меньше всего из средств наглядности используются фоды и видеосредства. Возможно, это связано с техническим обеспечением тренировочного процесса либо с отношением тренеров к тому, насколько это важно и нужно. И здесь может быть какой-то ресурс, возможно, повышение эффективной наглядности, если, допустим, не пробовали показывать фото-видео, показали, допустим, повысилась эффективность обучения. Возможно, может быть так. Больше всего объем наглядных средств для объяснения нового упражнения используется в танцах и в единоборствах. Для более полного описания использования в педагогическом процессе средств наглядности необходим анализ не только по видам спорта, но и в соответствии с уровнем квалификации спортсменов и тренеров. Так что вот это основные выводы и мы хотим поблагодарить всех за внимание и вопросы, если какое-то время еще. Спасибо. Спасибо большое, Инна Вячеславовна, за доклад. Если есть какие-то вопросы, коллеги, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да. Какой вид наглядности, на ваш взгляд, наиболее эффективен сегодня? Спасибо. Ну, хороший, конечно, вопрос, но тут важно, мне кажется, от цели, то, что тренер пытается донести до спортсменов. Соответственно, те средства наглядности и будут эффективны. То есть, это заклад про то, что от того, какие нюансы важно спортсмену понять, так надо и выбрать, собственно, средства, там фото. Я тогда уточню вопрос. Смотрите, у нас сегодня есть очень много разных, в том числе, технических средств. Например, есть по-прежнему картинки, есть по-прежнему кинограммы, есть видео, есть какие-то из интернета файлы обучающие, есть 3D-модели, возможно, и так далее. Значит, вот просто эффективность этих разных средств не изучалась, как бы, потому что, может быть, стоит создавать и переводить старые, скажем, наглядные пособия в какие-то новые формы, тогда это имеет смысл об этом говорить. Да, конечно, я считаю, что это обязательно нужно исследовать еще дополнительно и более детально наиболее эффективно. У нас просто очень и очень общее обследование на большом количестве людей, и мы использовали вот эту анкету, мы не оценивали эффективность. Это, конечно, очень интересно, но это другая работа, совершенно другого объема, и, ну, как бы, сложнее ее организовать, конечно же. Спасибо. Хорошо, ну, тема моего доклада перед вами, это специфика вклада социального и эмоционального интеллекта в профессиональные достижения спортсменов. Я хочу вам представить фрагмент нашего диссертационного исследования, которое уже завершено, и вот основные результаты, часть результатов, которые мы получили. Значит, в современной научной психологии сейчас большое внимание уделяется поиску ресурсов, как личностных, так и средовых ресурсов, повышения конкурентоспособности спортсменов. Ну, к внутренним ресурсам относятся, относят ценностно-смысловую, духовно-нравственную сферу, эмпатию, самосознание, когнитивные способности и так далее. нас в большей степени интересуют именно личностные ресурсы, и в качестве таких ресурсов мы рассматриваем социальный и эмоциональный интеллект спортсменов. Социальный интеллект принято понимать, как способность распознавать мотивы и намерения участников взаимодействия и прогнозировать развитие ситуации общения. Эмоциональный интеллект, который в свое время выделился, отделился от понятия социального интеллекта, понимается, как способность понимать свои эмоции, распознавать свои эмоции, идентифицировать их у других людей, управлять эмоциями, способность создать у себя оптимальный настрой, необходимый для эффективного выполнения деятельности. И согласно данным научных исследований психологии спорта, эмоциональный интеллект связан с повышением психосознанной саморегуляции поведения, выбором проблемно-ориентированных копинг-стратегий, снижением вероятности возникновения эмоционального выгорания и так далее. Что касается социального интеллекта, то данных значительно меньше. Возможно, это связано с методиками диагностики социального интеллекта, но опыт показывает, и анализ литературных источников показывает, что здесь гораздо меньше имеется данных. Социальный и эмоциональный интеллект могут выступать ресурсами, повышение усиления профессионального роста, повышение конкурентоспособности спортсменов за счет того, что могут влиять на устойчивость спортсменов к соревновательному стрессу, как одному из показателей, собственно говоря, эффективности деятельности спортсменов. И учитывая то, что сейчас психология спорта ориентирована в основном на индивидуализацию подготовки спортсменов с учетом их личностных ресурсов, то рассмотрение социального и эмоционального интеллекта в этом плане будет очень важным моментом. В целом у нас возникло три основных вопроса, из-за которых мы проводили это исследование. Это какими ресурсными возможностями обладает социальный и эмоциональный интеллект для спортсменов. Далее, каков специфический вклад каждого из данных видов интеллекта в профессиональные достижения и в поддержание психической устойчивости спортсменов. И третье, какие функции выполняет эмоциональный и социальный интеллект в зависимости от видов спорта. Мы брали группы командные виды спорта, индивидуальные виды спорта. Характеристика выборки и методы диагностики перед вами. Мы обследовали только действующих профессиональных спортсменов. Большая часть исследования проводилась в период учебно-тренировочных соревновательных сборов. В исследования вошли спортсмены сборных команд Краснодарского края и в том числе спортсмены национальных сборных России. Итак, первым этапом для нас было определение корреляционных связей социального и эмоционального интеллекта с параметрами психической устойчивости и с копинг-стратегиями как способом преодоления трудных ситуаций для спортсменов. Дело в том, что корреляционный анализ это очень большой массив табличных данных, поэтому в рамках данной презентации и данной конференции по времени я просто бы не успела, поэтому я устно вкратце изложу результаты, которые мы получили с помощью корреляционного анализа. Значит, первое, с повышением эмоционального интеллекта усиливается соревновательная эмоциональная устойчивость, нервно-психическая устойчивость спортсменов и снижается чувствительность к всем видам соревновательных стрессоров, а это в командных видах спорта. Вместе с этим усиливаются коппинг-стратегии, направленные на активное преодоление проблемы, это конфронтативный коппинг, планирование решения проблемы, усиливается поиск социальной поддержки спортсменов в командных видах спорта, положительная переоценка И также снижаются копинг-стратегии, направленные на бегство от проблемы и дистанцирование. В индивидуальных видах спорта эмоциональный интеллект связан также с усилением соревновательной эмоциональной устойчивости, снижением чувствительности к соревновательным стрессорам и усилением нервно-психической устойчивости. Что касается копинг-стратегии в индивидуальных видах спорта, то здесь мы видим специфику как раз-таки видов спорта, если в командных усиливается, вместе с эмоциональным интеллектом усиливается поиск социальной поддержки, то в индивидуальных видах спорта эмоциональный интеллект является ресурсом усиления самоконтроля и принятия ответственности. мы это связываем именно со спецификой командной деятельности и индивидуальной деятельности. И в индивидуальных видах спорта также с ростом эмоционального интеллекта усиливается планирование решения проблемы, положительная переоценка и снижаются стратегии бедства от проблемы. То есть эмоциональный интеллект связан именно с конструктивным реагированием на стресс спортсменов. Что касается связи эмоционального интеллекта, он также связан с повышением способности к осознанной саморегуляции поведения и в командных и в индивидуальных видах спорта. В частности, в командных повышается моделирование и гибкость, а в индивидуальных самостоятельность и гибкость. И здесь опять же прослеживается специфика деятельности командной и индивидуальной. Социальный интеллект в меньшей степени связан с поддержанием психической устойчивости, чем эмоциональный, но в большей с оптимальным распределением показателей самооценки, как и в командных, так и в индивидуальных видах спорта. То есть с ростом социального интеллекта повышается самооценка, повышается уровень притязаний, при этом снижается расхождение между самооценкой и уровнем притязаний. То есть цели для спортсменов становятся более достижимыми в субъективном понимании. Мы это связываем с тем, что с помощью более развитого социального интеллекта спортсмены способны эффективнее воспринимать обратную связь, которую они получают, об уровне собственной подготовки. И в связи с этим они могут лучше корректировать, эффективнее корректировать собственную самооценку. Здесь также есть специфика в зависимости от видов спорта. Если в командных видах спорта с ростом социального интеллекта повышается самооценка, уровень притязаний снижается, расхождение, то в индивидуальных видах спорта наблюдается немножко иная картина. В индивидуальных видах спорта уровень притязаний немного снижается, и тем самым расхождение между самооценкой и уровнем притязаний сокращается. То есть здесь прослеживается также специфика видов спорта. Это то, что касается корреляционного анализа. Далее нами был проведен множественный регрессионный анализ, где независимыми переменными выступили параметры эмоционального, социального интеллекта, осознанной саморегуляции поведения и параметров самооценки спортсменов. Вот в первой таблице представлены результаты, полученные в выборке спортсменов командных видов спорта. В качестве зависимых переменных параметры психической устойчивости и далее будут представлены еще купин-стратегии. Значит, в первую очередь, на что хочу обратить ваше внимание. Здесь цветом красным-розовым выделены предикторы, которые повышают, с ростом которых повышается зависимая переменная. А голубым, наоборот, предикторы, которые снижают зависимую переменную. Итак, из первой таблицы видно, что ведущими предикторами, определяющими, участвующими в повышении соревновательной устойчивости, психической устойчивости, снижение чувствительности к стрессорам соревнователям являются управление эмоциями, распознавание эмоциями и самомотивация. Вот они три показателя в командных видах спорта, которые играют ключевую роль. Заметьте, что параметров социального интеллекта здесь нет. То есть социальный интеллект не входит в предикторы командных видов спорта, регламентирующими психическую устойчивость. Следовательно, для спортсменов в командных видах спорта с ростом их способность управлять своими эмоциями, распознавать эмоции товарищей своих по команде и окружающих людей, в том числе тренерского состава, способности направлять свои эмоции, создавать у себя оптимальный боевой настрой, повышает их устойчивость эмоциональную во время соревнований, усиливает их уверенность в себе, снижает их чувствительность к различного рода помехам, которые возникают во время соревнований, и усиливает общую нервно-психическую устойчивость спортсмена. Далее представлены в таблице 2 влияние эмоционального и социального интеллекта, а также перечисленных остальных переменных на выбор копинг-стратегиями спортсменами. Здесь уже мы видим, что помимо эмоционального интеллекта есть еще параметры социального интеллекта, то есть эмоциональный интеллект в совокупности с параметрами социального интеллекта усиливают копинг-стратегии, направленные на активное преодоление трудностей и снижают копинг-стратегии, направленные на избегание или дистанцирование от проблемы. Более того, я хочу обратить ваше внимание, опять же, на распределение показателей, то есть самое важное значение имеет самомотивация, распознавание эмоций, управление эмоциями, а также эмпатия здесь появляется. Это что касается эмоционального интеллекта, что касается социального интеллекта, это преимущественно субтест номер 4, истории с дополнением, и композитная оценка социального интеллекта. Что означает субтест номер 4, истории с дополнением? По сути, он отражает тактическая способность к выстраиванию тактического поведения, к принятию тактических решений. В командных видах спорта это играет, несомненно, очень важную роль в связи с тем, что выстраивается конструктивное отношение с членами по команде, с товарищами по команде. Далее, в индивидуальных видах спорта, как мы видим из табличных данных, здесь гораздо меньше влияния оказывает эмоциональный социальный с психически устойчивость спортсмена во время соревнований и сами показатели уже другие. Здесь у нас общий уровень эмоционального интеллекта и субтест номер 2 группы экспрессии. Как раз-таки субтест номер 2 группы экспрессии отражает способность спортсменов по внешним проявлениям, эмоциональным, поведенческим определять состояние человека, с которым общается, собеседника, и выстраивать свое поведение в соответствии с этим. Так вот, с повышением общего уровня эмоционального интеллекта спортсменов и их способности ориентироваться в вербальных и невербальных проявлениях поведения, состояния людей усиливается их соревновательная эмоциональная устойчивость и нервно-психическая устойчивость. То есть у спортсменов индивидуальных видов спорта ведущую роль играет общий показатель эмоционального интеллекта. И то, что касается копинг-стратегий в индивидуальных видах спорта. На выбор копинг-стратегий, направленных на решение проблемы, оказывает влияние эмоциональная осведомленность спортсменов, то есть способность понимать собственное состояние, назвать, идентифицировать эмоции и чувства, которые испытывает спортсмен. На самоконтроль влияет осведомленность и субтест номер 4, показатели субтеста номер 4, истории с дополнением, которые, опять же, отражают способность к тактическим решениям в общении у спортсменов. Снижается дистанцирование под воздействием показателей эмоционального и социального интеллекта. И также социальный интеллект влияет на принятие ответственности, то есть повышает принятие ответственности спортсменами индивидуальных видов спорта. Таким образом, приведенные результаты исследования нам позволяют ответить на поставленные вопросы вначале. Эмоциональный и социальный интеллект проявляют ресурсные свойства, повышают уровень психической устойчивости, усиливают проблемно ориентированные копинг-стратегии, снижают стратегии ухода от проблемы и чувствительность к соревновательным стрессорам. При этом эмоциональный интеллект в большей степени детерминирует психическую устойчивость, а социальный выбор копинг-стратегий. Кроме того, социальный интеллект связан с самооценкой спортсменов, позволяя лучше распознавать обратную связь от окружающих людей. Таким образом, существует определенная специфика в функциях эмоционального и социального интеллекта и зависимость от видов спорта. Командные это виды спорта или это индивидуальные виды спорта. В командных и индивидуальных видах спорта эмоциональный и социальный интеллект усиливают и психическую устойчивость, и проблемно ориентированный копинг и снижают стратегии ухода от проблемы. Отличия состоят в том, что в командных видах спорта эмоциональный интеллект связан с обращением за помощью к ближайшему социальному окружению, а в индивидуальных с принятием ответственности и контролем собственного поведения. Другими словами, для спортсменов командных видов спорта эмоциональный интеллект позволяет преодолевать проблемные ситуации за счет общения в индивидуальных, за счет большего контроля собственного поведения, собственных состояний. Кроме того, в командных и индивидуальных видах спорта значение приобретает управление эмоциями, самомотивация и распознавание, а в индивидуальных общий уровень эмоционального интеллекта и эмоциональная осведомленность. В завершение можно добавить, что мы исследовали спортсменов, у которых специально не развивался ни эмоциональный, ни интеллект, То есть не было предпринято каких-то специальных действий, тренингов, коррекционно-развивающих программ. Социальный и эмоциональный интеллект у участников нашей выборки развивался достаточно спонтанно. Но тем не менее, несмотря на это, мы видим, что существуют явные ресурсные возможности данных видов интеллекта в повышении психической устойчивости спортсменов и конструктивными способами совладания со стрессом. Следовательно, в дальнейшем применение практики развития данных видов интеллекта и с учетом специфики видов спорта, которые мы здесь увидели, возможно повышение результативности спортсменов. То есть это такой план на будущее. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Если можно, Вероника Олеговна, скажите, пожалуйста, у вас вообще в исследовании очень большая итоговая, возможно, практическая составляющая. У вас есть публикация уже на эту тему или автореферат? Вы защитились? Нет? Я уже на подходе к защите. Автореферат я готовлю, у меня вот предзащита скоро. Итог есть, диссертация готова. Вы не могли бы ссылочки, если вы, ну вы наверняка уже все опубликовали, да, в каких-то своих работах, ссылочки прислать, например, Александре Евгеньевне, она потом может нам сделать рассылочку, да, этих материалов. Или если досидите до моего доклада, он там где-то в конце, там будет моя электронная почта, потому что здесь вот на слух очень все тяжело воспринимается, но прямо стойку можно сделать по поводу того, как дальше это прямо в команду нести. Вот то, что вы, так сказать, обнаружили. И статистика у вас большая. То есть, ну, явно можно уже в практику переложить небольшой этап. Доработать. Спасибо большое. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Вероника Олеговна, я прошу прощения, вот вы показали большой перечень различных показателей социального и эмоционального интеллекта. То есть, этот перечень факторов был взят вами только из используемых опросников, либо вы составляли этот список сами с учетом специфики спортивной деятельности. Потому что не все тесты, в общем-то, учитывают специфику спорта, потому что тесты многие разработаны для социальной психологии, для других вещей. Спасибо. Спасибо. Мы использовали только те опросники, которые перечислены в методиках. И по нашему опыту работаем, мы уже давно работаем со спортсменами, эти опросники и методики работают на выборке спортсменов и дают достаточно достоверный результат. Внимание, у вас представляется доклад на тему восприятия спортсменами и подростками деятельности тренера как фактор, влияющий на формирование самооценки. В подростковом возрасте главной движущей силой развития самооценки является близкое социальное окружение. В контексте спортивной деятельности одним из важных людей близкого окружения становится тренер. Как показывают исследования, именно благоприятные взаимоотношения с тренером являются одним из важных показателей мотивации занятия спортом на начальных этапах подготовки. То есть, задачей тренера является расположить в себе детей, тем самым привлекая их к занятиям спортом. По мере роста квалификации на взаимоотношения между тренером и спортсменом накладываются определенные трудности. Эти трудности связаны с требовательностью тренера к достижению новых высоких результатов, переживанием кризисов переходного возраста у спортсменов и также увеличением количества времени провождения спортсмена и тренера вместе. В связи с этим могут быть достаточно большие изменения в поведении и возникать конфликты между тренером и спортсменом. То есть, можно сказать о том, что подростковый возраст сам по себе связан с бурными переменами в самооценке. В свою очередь, спортивная деятельность с высоким уровнем требовательности и нарастающим контролем вносит еще больше дисбаланс в ее развитие. В связи с этим тренеру необходимо четко осознавать, каким образом ему необходимо себя вести, чтобы не приводить взаимоотношения к конфликтным ситуациям, помочь спортсмену сохранить достаточно высокий уровень своей самооценки и при этом сохранить свой авторитет в глазах спортсмену. Поэтому для разработки методических рекомендаций для тренера по формированию адекватной самооценки необходимо исследование, касающееся формирования образа тренера у спортсменов и того, как этот образ влияет на формирование личностных качеств спортсменов. В связи с этим целью нашего исследования является выявление взаимосвязи показателей восприятия спортсменами компонентов деятельности тренера с компонентами самооценки спортсменов подросткового возраста. В исследовании использовалась методика диагностики самооценки Дембо Рубинштейн и шкала «Тренер-спортсмен». Выборка исследования составила 100 спортсменов в возрасте 12-13 лет и 14-16 лет. В обоих группах по 50 человек. Спортсмены занимаются именно единоборствами. В группах не велась целенаправленная психологическая подготовка. Это является очень важным показателем, так как корректировка во взаимоотношениях между спортсменом и тренером могла повлиять на достоверность данных. Для определения параметров восприятия спортсменами образа тренера мы провели анализ средних значений по шкале «Тренер-спортсмен». Результаты показали достаточно высокий уровень оценки спортсменами качеств тренера без достоверных различных возрастных групп. Это говорит о том, что в целом спортсмены положительно относятся к своим тренерам, комфортно себя чувствуют при общении с тренером и также достаточно высоко оценят личностные качества тренера. Для определения показателей самооценки и выявления барьеров при ее формировании мы провели анализ средних значений показателей по методике Рубинштейн. По показателям самооценки выявлен адекватно высокий, слабо дифференцированный уровень развития в двух группах. Такие показатели говорят о том, что в последние своих возможностей в целом, открытости подростков к новому опыту. Развитие такого уровня самооценки является ресурсом реализации поставленных перед спортсменом целей. С необходимым, с небольшим преобладанием видна тенденция увеличения показателей по мере роста классификации и возраста спортсменов. Средние значения уровень притязаний показывают слабо дифференцированный, высокий, а в некоторых случаях имеет завышенный уровень притязаний. Это говорит о завышенной планке целей, поставленных перед собой спортсменами по совершенствованию своих качеств. Необходимо обратить внимание именно на завышенный уровень по показателю уверенности в себе, так как он является одним из главных показателей успешности, от которого зависит стабильность выступления на соревнованиях и поддержание мотивации к занятиям спортом. Неоправданность ожиданий является риском резкого уменьшения самооценки и снижения мотивации к занятию спортом и достижения высокого результата. Расхождение самооценки и уровни притязаний в группах имеет различную картину. В группе 12-13 лет преобладает завышенный уровень расхождения, который связывает о резком разрыве между представлением о себе и о том, к какому результату необходимо стремиться. В связи с особенностью возрастной группы спортсмены еще слабо представляют, к каким целям им необходимо стремиться. Поэтому возникает большой разрыв между реальным и идеальным «я». Такой уровень расхождения приводит к внутреннему конфликту. Это является барьером для развития адекватной самооценки. В группе 14-16 лет выявлен высокий уровень расхождения самооценки и уровень притязаний. Но к завышенным значениям относятся только значения по показателям умственной способности и умения многое делать своими руками. Такой уровень расхождения может возникать при стремлении спортсменов к достижению высоких результатов. С одной стороны, это является ресурсом достижения результата в сочетании высокого уровня самооценки и уровня притязаний. С другой стороны, расхождение находится в близких значениях к завышенным, что может привести также к внутреннему конфликту и понижению уровня самооценки. Далее, мы провели корреляционный анализ взаимосвязи компонентов деятельности тренера с самооценкой спортсменов возрастной группы единоборств в 12-13 лет. Полученные данные говорят о том, что чем более юные спортсмены удовлетворены общением с тренером, тем более критично они относятся к себе. Это значит, что юные спортсмены опасаются не оправдать ожиданий тренера и испытывают неуверенность в себе, связанную с недостаточным опытом оценивания своих личностных качеств и отсутствием необходимых для этого ясных критерий. Важной задачей тренера в связи с этим становится формирование у спортсменов адекватного уровня самовосприятия и реалистичного целеполагания как средство предотвращения неадекватного снижения самооценки. Далее, мы также провели корреляционный анализ взаимосвязи компонентов деятельности тренера с самооценкой спортсменов в возрастной группе единоборцев 14-16 лет. Данные в этой группе показали, что для спортсменов также сохраняется важность роли тренера как фактор остановления самоотношения спортсменов к подросткам. Но уже имеет меньшее количество корреляционных взаимосвязей, который говорит о более сформированной самооценке по отношению с группой 12-13 лет. В конце можно сказать о том, что самооценка спортсменов в подростковом возрасте очень чувствительна к стрессам и неудачам. Поддержка людей близкого окружения и постоянно положительной обратной связью, которые помогают преодолеть трудности спортсменов с минимальными последствиями для самооценки. Восприятие отношений с тренером и удовлетворенность этими отношениями являются важной предпосылкой становления самоотношения спортсменов-единоборцев подросткового возраста. Высокая удовлетворенность отношениям с тренером, с одной стороны, способствует повышению реалистичности уровня притязаний, с другой стороны, может снижать самооценку спортсменов и, как следствие, их уверенность в своих силах. Развитие личностных ресурсов, достижение высоких результатов в спорте требует осознанной и целенаправленной работы тренера над реалистичностью уровня притязаний своих учеников и адекватной самооценки, что является средством профилактики значительного разрыва уровня притязаний и самооценки, являющегося фактором риска повышения тревожности и социальной дезазартации. Спасибо за внимание. Тема моего выступления связана с проявлением этических принципов спортивной психологии. Ну, данная тема, она, наверное, интересует не только меня, а всех специалистов, которые работают в этой сфере. И если... Следующий слайд, тогда по ходу я буду просто говорить, что... Профессиональная деятельность... Пан, вы там управляете, да? Угу, спасибо. Профессиональная деятельность спортивного психолога имеет направленность на внутренний мир человека, на личность спортсмена. И мы имеем место, мы имеем работу с особым психологическим инструментарием, как психодиагностическим, так и коррекционным. И, естественно, это требует соблюдения особых принципов и правил этических. Следующий слайд, пожалуйста. В 1995 году был разработан метакодекс этики Европейской Федерации психологических ассоциаций. Идея основных принципов – это уважение прав и достоинства человека, это компетентность, ответственность. Подробные описания содержатся в вызданной в 2019 году на русском языке книге «Этика для европейских психологов». Эта книга была переведена совместно с нашей коллегой Симоненковой Ириной. И на нашем семинаре в прошлом году, в апреле месяце, у нас был совместный мастер-класс, обвещенный данной проблеме. Ну и она как один из членов, входящий вот в эту вот этическую комиссию. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спортивная психология на сегодняшний момент уже устоявшееся направление, и она предусматривает использование своих средств и методов. И в связи с этим возникла такая проблема. Следующий слайд, пожалуйста. Которая направлена на то, что в спортивной психологии должно быть тоже свое что-то специфичное, которое отличает ее от других отраслей психологии, но не отрицая того, что мы базируемся и на общие принципы. Ну, данное исследование, оно носит в настоящий момент пока больше теоретический характер и посвящено изучению вот этой специфики проявления принципов спортивной психологии на основании того, что самодеятельность, она тоже имеет большие как бы отличия. Ну, в любой профессии вырабатываются свои нормы, правила в совокупности образующиеся профессиональную эктику. Больше всего, конечно, таких этических моментов, наверное, связано с... Хотя мы находимся на пути, мне кажется, только какого-то становления, и особенно в связи с тем, что сейчас появилась интернет, тоже сеть, и многие моменты, они являются новыми и для нас в том числе. Следующий слайд, пожалуйста. Среди особенностей работы спортивного психолога, кроме того, что... Следующий слайд. Это не только специфика самой деятельности, но а также место и время проведения. Если мы возьмем работу психолога, там, школьного, вузовского, в саду, то это кабинет, то здесь психолог работает не в кабинете, это спортивная площадка чаще всего, и время на работу у него бывает достаточно ограничено. В Екатеринбурге на конгрессе, который прошел совсем недавно, меня тоже удивили наши коллеги, которые вставляли Мексику, и они тоже рассказывали, что при работе с футболистами дают 15 минут и не больше. Для меня это было такое откровение и удивление. Думала, что у них как-то там побольше уделяется времени на такую работу. Но мы с этим тоже можем столкнуться. Ну и также такой особенностью является в том, что спортивная команда – это закрытая определенная система, и вот в этой закрытой системе есть таких две модели работы психолога. Одна из них – это психолог, выезжает на сборы, и он просыпается, делает зарядку вместе со спортсменами и живет полностью жизнью команды. Ну и другая модель, она связана с тем, что психолог приглашается для решения какой-то проблемы, это может быть как разовая или какая-то определенная серия встреч, ну вот как член временного научного коллектива или когда собственно сами следующий слайд, пожалуйста. Ну если мы рассмотрим этические принципы, которые имеют специфические эффекты проявления деятельности, это профессиональная компетентность, естественно, это общий тоже будет принцип уважения клиента, ненанесения ущерба человеку, принцип компетенциации, научной обоснованности и объективности. Ну на каких-то из них я остановлюсь. Следующий слайд, пожалуйста. Компетентность. Ну мы здесь будем рассматривать и профессиональную, психологическую, личностную и социальную. Ну естественно, мы понимаем, что выводы и рекомендации должны формулироваться на понятном языке, без чрезмерного и неуместного использования какого-то специальной терминологии жаргонов. Ну и здесь в спортивной деятельности важно помнить, что каждое сказанное слово, оно имеет очень большое значение и для спортсменов в том числе, поэтому очень важно тоже, что мы говорим и кому и как. То есть здесь очень такой, очень тонкий момент. Ну и также вот в эту компетентность входит знание специфики вида спорта. Без знания особенностей мы тоже вряд ли можем считать себя полностью компетентным специалистом. Если мы приходим работать в этот вид спорта, то мы всегда даже наших студентов обучаем, потому что мы начинаем с построения программы. Конечно, идеально это, если изнутри в том числе, но в любом случае вид спорта нужно этот полюбить, с которым ты будешь работать. Следующий слайд, пожалуйста. Добровольность. Ну в спорте здесь тоже очень интересно. Заказчиком может выступать не только сам спортсмен, может выступать руководитель, может выступать тренер, может выступать родитель. И здесь такой сложный баланс между задачами самой организации, которая оплачивает люди для работы психолога или тренера, и самого спортсмена. Иногда они могут достаточно сильно развлечаться. И психолог может тоже попасть в спортивное, в затруднительное положение, когда он участвует в комплектовании команды или помогает выбрать для самого спортсмена. Ну, наверное, в профессиональном сообществе, в России в том числе, у нас были тоже такие моменты, когда необходимо для несовершеннолетнего тоже ребенка получить вот это разрешение. Мы это оформляли в согласии родителей на проведение такой работы. И вот при прохождении практики наши студенты тоже получают такую форму, где родитель, как заказчик, должен согласиться на то, что его ребенок будет работать с психологом. На следующем слайде, пожалуйста, можете посмотреть форму, которая была разработана нами, где родитель подписывается на такой участник. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. Это конфиденциальность. Конфиденциальность, естественно, мы понимаем, это основа доверия, но относится как к процессу консультирования, так и к психодиагностике, кодированию, интерпретации, ну и использованию этой информации тоже в социальных сетях. Без разрешения клиента тоже распространяется какое-то видео с его участием, то есть какое-то фото. И здесь есть достаточно сложный момент, когда заказчиком выступает организация, спортсмен, естественно, не хочет эту информацию распространять. Ну и важно тоже содержать вот эту секретность информации от соперника. В моей практике были тоже случаи, когда приходилось работать с соперниками с двумя, и это достаточно сложный баланс между этой моментами. Следующий слайд связан с безопасностью. Несмотря на то, что психолог, естественно, ответственности не берет за принимаемые решения, он несет ответственность за здоровье психическое. И реализация этого принципа может вступать в противоречие с целями деятельности, особенно когда для успеха все средства хороши. Следующий принцип, мы его назвали как принцип адекватности. Естественно, в спорте мы должны применять, особенно если это спорт высших достижений, валидные и надежные методы и средства, и методики, которые адекватны не только возрасту, полу, состоянию спортсмена, но и целям, условиям и этапам подготовки. Это будет специфично тоже именно для спортивной психологии. Ну и на следующем слайде представлено тоже такой момент сложный, когда формируется своеобразная такая зависимость от психолога. Спортивный психолог, если он имеет еще и образование тренерское, у нас много таких специалистов, то он не должен на себя брать вот эту функцию или роль тренера, не выступать не тренером по виду спорта, а по тренером по общей физической подготовке. И большие накопленные свои знания и умения, они должны выступать как средство для манипуляции или формирования называемой зависимости от психолога. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что зависимость может рассматриваться как такая невротическая, любовь к психологу. Да, такие примеры у нас тоже в практике спортивной психологии были, присутствовали. Ну и зависимость от результата. Есть психолог, значит будет результат. Нет психолога, нет результата. Но один раз на факультете повышения квалификации мне слушатели сказали, психолог в команде плохая примета. То есть для них даже такой обратный момент, если появился психолог, значит совсем все плохо. Но говоря про зависимость, тоже важно все-таки, лучший психолог не тот, кто научит справляться, научит справляться с проблемами самостоятельно. Понятно, что за это деньги не платят, но это его определенная такая миссия. Потому что на ковре, на площадке спортивной спортсмен один, и там нету рядом. Да, он может быть мысленно где-то поддерживать, но близко может не стоять. Ну и на следующем слайде представлены такие небольшие выводы. Но мы не претендуем в своем докладе на какое-то единственное правильно верное решение. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что все-таки наша сфера, она требует соблюдения особых этических принципов. В этом направлении проводится очень большая работа в разных странах, и многие вопросы еще не разрешены. У нас не выделена специфика проявления этих принципов, и не разработан этический кодекс спортивного психолога. Ну вот созданная в этом году ассоциация АСП, группа спортивных психологов, она является такой пока принимающей всех желающих, которые поддерживают этот устав. То есть там одно из направлений мы планируем создать тоже этическую комиссию, и эти вопросы тоже каким-то образом поднимать, для того чтобы в нашей сфере работали все на уставы. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Ну а в целом хотелось бы тоже поблагодарить организаторов за возможность тоже поучаствовать в нашей конференции. Уважаемые коллеги, хотела бы сказать, что вот на кафедре психологии Кубанского государственного университета физическая культура, спорта и туризма ведется в течение многих лет программа исследований под общей направленностью психологические факторы самореализации личности в спорте. И вот многолетние исследования привели к появлению нового направления исследования, которое связано со средовыми регуляторами спортивной деятельности. И нужно сказать, что мы пришли еще к одному такому заключению о том, что важно исследовать спортивную деятельность в реальном времени и учитывая долговременно спортивная карьера отдавать себе отчет, что на спортсменов действуют психологические регуляторы длительного действия, которые не оставляют неизменными многие особенности поведения спортсменов, их реакции на разные обстоятельства, в которых они действуют. С этим связано, например, внимание к организационному стрессу и к стрессу хроническому. Поскольку спортивная деятельность отличается высокой степенью напряженности, конечно, мы должны понимать, что есть источники очень важных хронического стресса. Вот на следующем слайде показаны источники хронического стресса, характерные для профессиональной деятельности. Я специально их привожу, поскольку уже давно устоявшимся положением является то, что спортивная деятельность – это разновидность деятельности профессиональной деятельности в современных условиях, и она во многом похожа по тем источникам стресса и по тем регуляторам деятельности, которые для профессиональной деятельности характерны. На следующем слайде представлены в доказательстве этого результаты исследований хронического стресса в спорте высших достижений, где, как вы видите, мы можем увидеть сходство большое с теми источниками стресса, которые характерны для профессиональной деятельности. И хотелось бы сразу показать, какие источники организационного стресса следует учитывать, они на следующем слайде представлены. Вы увидите, что их можно подразделить на несколько групп, это чисто личностные стрессоры, связанные с включением в спортивную деятельность, стрессоры, связанные с взаимоотношениями с тренерами, командные стрессоры. И хотела бы обратить внимание, что среди тех регуляторов, которые на спортсменов действуют, есть источники таких психических перенапряжений длительного действия. Прошу обратить внимание, они на следующем слайде представлены. Как вы видите, опять-таки, они могут быть сгруппированы по нескольким основаниям, но хотела бы привести некоторые доказательства, прежде чем представить основную часть своего того исследования, которое мне хотелось бы представить, доказательства того, что действительно мастеры являются долгосрочными и вызывают долгосрочные эффекты. Обратите, пожалуйста, внимание, вот на следующих трех слайдах представлены показатели мотивации спортсменов, которые формируются под влиянием одного из значимых для спортсменов долговременных регуляторов психической напряженности. Это устойчивость позиции высококлассного спортсмена в элитной команде. Но в данном случае, вот не буду вдаваться в подробности, синим цветом обозначены результаты трехлетнего мониторинга, мотивации, стремления к самоутверждению у спортсменов с менее устойчивой социальной позиции более устойчивой. Как вы видите, в течение всех трех лет неустойчивость позиции везет к повышению заинтересованности в самоутверждении. На следующем слайде представлен еще один компонент мотивации, где вы видите, такая же самая заинтересованность благоприятных социально-бытовых условиях деятельности, которые у спортсменов с неустойчивой позицией могут быстро измениться. И третий слайд это то, что касается еще одного компонента мотивации, это заинтересованность в удовлетворении материальных потребностей. Вот это доказательство того, что действительно существуют современные регуляторы деятельности и психической напряженности, в фоне которой действуют спортсмены. Основная часть исследования была посвящена тому, как в долгосрочном плане и в реальном времени меняется регуляция психической устойчивости спортсменов. Дело в том, что многие исследования посвященные этому заключаются в том, что однократно регистрируются показатели психической устойчивости и личностные показатели устанавливаются корреляционные связи и на основе этого делаются выводы о том, что же именно вот какие личностные качества влияют на то, как поддерживается психическая устойчивость. На самом деле, конечно, трудно ожидать, что на протяжении нескольких месяцев соревновательного сезона все это происходит одинаковым образом. И, собственно, в исследовании мы проверяли три гипотезы, что поддержание психической устойчивости обусловлено как параметрами личностными, которые связаны со спецификой вида спорта, так и ситуация, в которой спортсмены находятся. Далее, что изменения регуляции деятельности могут быть как конструктивными в виде интеграции ресурсов, так и деструктивными форме их дезинтеграции. И, наконец, еще в командных видах деятельности изменение под влиянием накопления психических нагрузок может выражаться в том, что происходит диссоциация регуляторов поддержания индивидуальной командной устойчивости и групповой. Вот хотела бы обратить внимание на следующем слайде представлены показатели психической устойчивости спортсменок гонболисток сборной нашей краевой по пляжному гонболу на протяжении соревновательного сезона длительностью около четырех месяцев и регистрации сделаны в начале середине и конце сезона. Как вы видите вот есть достоверные различия, но они не столь велики и нужно сказать, что наблюдения показывают, что вроде и сбоев-то никаких нету и кажется, что ну все идет как идет и в данном случае команда выступала успешно. Но анализ взаимосвязей показателей психической устойчивости и личностных качеств, которые могут быть рассмотрены как регуляторы устойчивости показывают, что картина меняется. Вот пожалуйста посмотрите на следующем слайде показаны корреляционные связи показателей психической устойчивости и личностных качеств. В начале сезона вы видите, что вот возникают три группы показателей, одна из которых это показатели непосредственно связанные с психической устойчивостью, это типология как устойчивые предпосылки регуляции деятельности и один из компонентов реакции на противоборство, которое для спортивной деятельности характерно. Отдельно показатели социально-психологические, которые командную деятельность характеризуют и интересное сочетание силы возбуждения и уровня развития группы, иначе говоря, люди психически устойчивые, более способны организовать групповую деятельность. На следующем слайде представлено то, что в середине соревновательного сезона зарегистрировано. Здесь, как вы видите, картина другая получается корреляционных связей. Вот, пожалуйста, переключите следующую иллюстрацию. Здесь, как вы видите, с показателем психической устойчивости стало коррелировать больше параметров. Уже исчезла группа отдельная с командными регуляторами и сохранилась связь силы возбуждения, в данном случае, с уровнем развития группы. А на следующем слайде представлено то, что в конце сезона наблюдается. Здесь еще более интересная картина возникает, которая показывает, что получается очень большая группа корреляционных связей, которые с психической устойчивостью индивидуально взаимосвязаны, отражают то, за счет чего регуляция происходит. И здесь нужно обратить внимание на то, что появилась отрицательная корреляция силы возбуждения со сплоченностью группы, хотя групповые показатели силы возбуждения на предыдущих этапах коррелировали положительно. И отдельно группа с показателями показателей, которые касаются социально-психологических команды. Можно расценить как диссоциацию задач поддержания психической устойчивости и устойчивости командных действий. Нужно сказать, что такая диссоциация отмечается и в других исследованиях, посвященных командным процессам в командах высокой квалификации, где говорится о том, что чем выше квалификация, тем больше получается ориентация на индивидуальные достижения и в меньшей степени ориентация на командные взаимодействия. Я прошу пролистать несколько иллюстраций, чтобы показать другой механизм, но в силу недостатка времени, вот, пожалуйста, еще одно пролистайте и снова корреляционные связи. В данном случае, обратите внимание, я бы хотела продемонстрировать другой механизм перестройки регуляции, которые происходят под влиянием в длительных нагрузок. Это команда по эстетической гимнастике высококлассная, и здесь тоже показатели регистрируются в начале и в конце сезона, но в данном случае вот, команда несколько моложе, это такие вот старший подростковый возраст, или то, что у нас называется ранней юностью. Хотела бы обратить внимание, что здесь, допустим, есть параметры жизнестойкости, как личностный регулятор устойчивости, есть мотивация, есть сами показатели психической устойчивости, более детализированные, и обращают на себя внимание, что за исключением связи жизнестойкости с уверенностью, все остальные связи, в том числе между параметами психической устойчивости, отрицательный знак имеют. Это похоже на проявление закона минимизации функций, которые в стрессовых ситуациях вступают в действие для того, чтобы сконцентрировать то, что максимально необходимо для реализации деятельности и отбрасывания всего остального. Это значит, что вот в команде, в отличие от предыдущей, слабо структурированные ресурсы психической устойчивости, и поэтому высоко вероятны такие хаотические изменения. Вот обратите внимание, что в данном случае все показатели, имеющиеся с исключением жизнестойкости и мотивации, между собой связаны. А дальше вот следующий слайд, это то, что в середине зоны наблюдалось в той же команде. вот на следующей иллюстрации. Здесь вы уже видите, что это уже конец сезона, вы показываете, а предыдущая это середина. Вот можно вернуться к предыдущей иллюстрации? Да, вот вы видите, что здесь взаимосвязи изменились, это начало. Переясните, пожалуйста, на середину, вот следующая иллюстрация. на ней вы видите, что вот нет уже единого такого вот единой системы связей, появляется расхождение, уверенность с контролем, как показателем жизнестойкости, с другой стороны жизнестойкость отрицательно коррелирует с концентрацией, а концентрация в свою очередь с моральной стойкостью, то есть иначе говоря, складывается впечатление, что более жизнестойкие спортсмены вот такого юного возраста не чувствуют, может быть, достаточной степени потребности в мобилизации. Но вы видите, что вот такие тенденции к диссоциации ресурсов. А если вы посмотрите на заключительную иллюстрацию, то увидите, что тут еще больше эта диссоциация проявилась, потому что корреляционные связи вот такие получились парные, то есть единые вот признаков мобилизации ресурсов, которые были в первой команде, которые обусловили успешные выступления, не возникают. И в данном случае команда, несмотря на свою высокую квалификацию, выступила менее успешно. В качестве подведения итогов хотела бы сказать, что тенденция исследований и потребность в исследованиях современная заключается в том, что необходимо от массово-статистических исследований приходить к исследованиям, которые не исключают исследования первой группы, спортсменов методом анализа отдельных случаев, который в данном случае был применен, позволяющий исследовать реальные группы спортсменов в реальных условиях и в реальном времени, поскольку эти исследования открывают новую реальность, которая при других моделях исследования остается за пределами внимания исследователей. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, мой доклад будет короткий, он выпадет, наверное, из общего направления психологического, потому что я представляю кафедру физической культуры и спорта Санкт-Петербургского государственного университета, но я постараюсь, чтобы он все-таки был для вас интересен. Ну, во-первых, я вас еще раз приветствую и начну, наверное, вот с такой преамбулы. Уже 50 лет, как я занимаюсь спортом, и не просто спортом, а вот активно и участвую в международных соревнованиях среди ветеранов, и наблюдаю вот изменения в спортивной жизни и в спорте высших достижений, я никогда не думала, что возможно будет организовать соревновательную деятельность дистанционно. Мне казалось, что это, если мне сказали буквально лет 30 назад, я сказала, что это невозможно. Ну, вот интернет, гаджеты, лайфхаки, которые ворвались в нашу жизнь, они поменяли не только наше сознание, но и наше поведение и, в принципе, и организацию, в том числе, спортивной деятельности, соревновательной в том числе. Сейчас мы вышли совершенно на другой уровень с точки зрения преподавания. На всех отправили в онлайн-режим, особенно тех, кто 65+, или в условиях вот такой нарастающего, нарастающей пандемии, нарастающего инфекционного процесса. И в результате этого нам пришлось организовать работу онлайн. Представляете, организовать работу онлайн связанную с физической культурой. Интернет напичкан, просто, я по-другому не могу сказать, он напичкан различными видеороликами, рекомендациями, каким образом улучшить свою форму, добиться результатов. И понятно, что проводить занятия онлайн становится очень трудной, практически невозможно. И понятно, чтобы замотивировать наших студентов, и в том числе привлечь их к выполнению определенных заданий, занятий, не потерять аудиторию, мы перестроились и стали организовывать для них, соответственно, вот такие небольшие онлайн-соревнования. И я столкнулась с тем, что, я сейчас вернусь опять к студентам, я столкнулась с тем, что онлайн-соревнования стали достаточно популярны даже на уровне установления мирового рекорда, с чем я столкнулась сама в этом году. Но вернусь к нашим студентам. Итак, я занимаюсь непосредственно, я занимаюсь скололазанием 50 лет, но в СПБГУ я веду северную ходьбу, которая теперь является самостоятельной спортивной дисциплиной, которая проводится самостоятельно спортивные соревнования. Итак, в режиме онлайн для сохранения неправильности образовательного процесса и организации занятий физической культуры студентов, находящихся на самоизоляции на кафедре физической культуры и спорта СПБГУ, было предложено организовать онлайн-спортивные мероприятия, включая северную ходьбу. Идея онлайн-забегов, уже онлайн-заходов, как тренд принадлежит компании Nike. Онлайн-забег это пробежка на любую выбранную дистанцию, любой точке мира, в любое время, в выбранном темпе, самостоятельной или в группе. Регистрация забега и размещение на электрон, потом происходит регистрация забега и размещение его на электронном ресурсе спортивного сообщества. Преимущества онлайн-забегов и заходов. Психологические преимущества. Возможность принятия участия в массовом спортивном мероприятии, временные преимущества. Свободный выбор времени участия, возможность организовать заход в ранние, утренние часы или в поздние, вечерние часы, когда минимальный контакт с населением. Преимущества выбора места, свободный выбор места участия, творческий подход к составлению личного маршрута или захода и материальные преимущества отсутствия необходимости материальных затрат на поездку, проживание, питание при проведении турнира. Каким же образом это можно провести? И почему мы говорим, что сейчас онлайн-соревнования и в том числе онлайн-турниры возможны? И то, что мы стали использовать в СПБГУ. Мы предложили студентам, а они это делают с большим удовольствием, приобрести современные средства регистрации выполнения или физической нагрузки или непосредственно спортивного результата, которые могут представлять себе или фитнес-браслеты, или фитнес-браслеты, или спортивные часы. Вот здесь у меня представлены часы Гармин и Суома, которые очень хорошо Суом, извините, пожалуйста, которые очень хорошо регистрируют и время, и нагрузку, и темп, практически позволяя самому спортсмену регулировать нагрузку и ставить перед собой спортивные задачи. Это возможность использования современных айфонов, телефонов с установкой для различных программ на различных платформах, которые также позволяют не просто регистрировать треки или скорость прохода, но и все физиологические какие-то показатели, связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Более того, современные платформы позволяют нам, почему это стало удобно, они позволяют нам в режиме онлайн проводить и практически видеотрансляции проведения того или иного захода, забега или соревновательного процесса. И именно вот такое, такие возможности сейчас действительно позволяют нам проводить онлайн соревнования, прямо визуализируя то, что делает соперник. То есть практически мы можем поставить двух соперников на дорожке в разных городах, дать команду внимание марш, ну я вот сейчас так утрирую, и можем наблюдать, как они бегут и соответственно увидеть их результат. У нас мы использовали также, мы использовали возможности регистрации наших результатов, используя различные беговые дорожки, оснащенные различными датчиками, ну вот в конкретном данном случае мы используем датчики датчик МФ и различные другие. Скриншоты полученные, ну вот здесь мы провели несколько онлайн-турниров, одно из них было посвящено Маршу Победы, где у нас участвовали не только наши студенты, но и студенты из других городов по северной ходьбе, и соответственно мы собирали скриншоты, получали в одном месте, мы сравнивали эти результаты, мы отслеживали видеопрезентации и в принципе могли выявить или победителей, или по крайней мере определить группу команд или спортсменов, которые показали достаточно высокие результаты. Чем интересен такой подход и в спорт? Во-первых, с моей точки зрения совершенно новое направление, которое будет развиваться абсолютно точно, будет прогрессировать. С точки зрения проведения занятий, понятно, что психологически для наших студентов это становится привлекательным. Возникает соревновательность, возникает возможность увидеть свой результат, возникает возможность посмотреть, как это делают соперники. И поэтому онлайн вот такие сейчас турниры, соревнования, которые мы проводим на кафедре, на кафедре становятся достаточно интересными и доступными. Мы провели опрос, правда он был, вот это не сейчас, это был опрос, как только мы начали заниматься онлайн, пришли на онлайн-технологии. Ну вот здесь у меня слайд, что мы как раз провели непосредственно Маши Победы. Результаты антитирования, которые мы провели, вот как только были организованы онлайн-турниры, показали, что 99 респондентов дали высокую оценку организации предложенного вида физической активности. Особое внимание респондентами было уделено таким критериям, как мотивация к спортивной деятельности в период пандемии на самоизоляции, повышение повышенной ответственности к выполнению турнирового задания, ощущение коллективного участия в турнире. Ну, кратенько я вам хотела рассказать, чем живет наша кафедра, особенности вот такого нового психологического подхода к организации спортивной деятельности в период пандемии. Я благодарю вас за внимание. Так ведь, уважаемые коллеги, я хочу предоставить вашему вниманию мой доклад на тему самооценка здоровья в модели здоровья и поведения профессиональных спортсменов с травмами и конечностей. Ну, и актуальность нашего исследования обусловлена тем, что по данным ряда авторов самооценка здоровья является одним из важнейших компонентов необходимых для успешной реализации в спорте высших достижений, но при этом спортивная деятельность всегда сопряжена с травмами, которые являются фрустрирующим фактором профессиональной деятельности и наиболее частой причиной завершения спортивной карьеры. И в такой сложной ситуации спортсмену необходимо сохранять способность оценивать свои собственные ресурсы и состояние своего здоровья. Поэтому мы предполагаем, что на самооценку здоровья профессионального спортсмена оказывает влияние погруженность в спортивную деятельность с раннего детства. И поэтому самооценка здоровья профессионального спортсмена имеет специфические особенности и отличается от самооценки здоровья спортсменов-любителей, что особенно будет выражаться именно в ситуации травмы. В связи с нашей гипотезой и целями нашего исследования нам были выбраны следующие стандартизированные методики для оценки самооценки здоровья у спортсменов. Мы выбрали шкалу здоровья методики исследования самооценки Дембора Бенштейна модификации прихожан. Также мы использовали опросник исследования здорово-сберегающей деятельности Яковлева и Яковлева и индекс отношений к здоровью Деряба и Ясвина. Наше исследование проводилось на базе Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера гематологического отделения. Всего в нашем исследовании приняли участие 62 спортсмена-мужчины с травмами нижних конечностей. Ну и в соответствии с нашей гипотезой мы разделили нашу выборку на две большие группы. Это основная группа, которая включала в себя профессиональных спортсменов с травмами нижних конечностей. И группа сравнений это спортсмены-любители с травмами нижних конечностей. Кроме того, спортсмены не различались по степени травмы. Для всех это были макротравмы в виде растяжений, надрывов, разрывов мышц, связок и вывихов. Далее уже переходим к результатам нашего исследования. Мы использовали для оценки достоверности различий непараметрические укритерии Манна-Уитни и получили такие результаты, что достоверными являются различия по показателям уровня самооценки в отношении здоровья и расхождение между уровнем самооценки и уровнем притязания по методике Демборо-Бенштейн и самооценкой здоровья по методике исследования здоровья, сберегающей деятельности. Причем полученные результаты демонстрируют нам, что профессиональные спортсмены в целом склонны оценивать уровень своего здоровья и здоровья, сберегающего поведения, как менее выраженный, в отличие от спортсменов-любителей, которые оценивают эти показатели достоверно выше и вообще, в принципе, как довольно высокие. Далее нам был проведен корреляционный анализ и согласно его результатам самооценка здоровья у профессиональных спортсменов является довольно обособленным компонентом, который не имеет значимых взаимосвязей с другими компонентами здоровья, сберегающего поведения. В отличие же от спортсменов-любителей, которые имеют, где отмечается отрицательная взаимосвязь с эмоциональным составляющей отношения к здоровью, что демонстрирует нам важность эмоциональной вовлеченности в заботу о своем здоровье для спортсменов-любителей. Но в силу того, что корреляционный анализ не позволил нам выявить каких-то специфических особенностей самооценки спортсменов с травмами конечностей, мы провели факторный анализ, мы использовали метод главных компонентов в реманс вращения и получили следующие результаты. Здесь сейчас представлен факторная модель здорово-сберегающего поведения для группы профессиональных спортсменов. Мы получили шесть факторов. В целом наша модель описывает 71% дисперсии переменных и как раз уже в факторной модели отмечаются факторы, отражающие самооценку здоровья у профессиональных спортсменов. В частности, фактор номер четыре, который объясняет 8% дисперсии переменных, включает в себя такие переменные, как уровень самооценки здоровья и разница между уровнем самооценки здоровья и уровнем притязания из методики Дембор и Бинштейн. Причем очень интересно, что эти переменные находятся в обратно пропорциональной зависимости, что позволяет нам говорить о существовании тенденции к развитию внутриличностного конфликта у спортсменов. Кроме того, в этой модели также появляются такие факторы, как уровень притязания в отношении здоровья, объясняющий 6% дисперсии переменных, и эффективность здоровья сберегающего поведения. Что же касается факторной модели спортсменов-любителей, то она немного отличается от, точнее, довольно отличается от модели спортсменов-профессионалов. Она также имеет 6 факторов, описывает 81% дисперсии переменных, но в отличие от профессиональных спортсменов здесь нет факторов, которые отражают самооценку здоровья у спортсменов, есть только фактор уровень притязания, это тоже последний фактор, который также отражает 6% дисперсии переменных, который включает в себя шкалу, уровень притязания в отношении здоровья. А каких-либо других факторов, связанных с самооценкой здоровья в модели здорово-сберегающего поведения спортсменов-любителей или нет, что может быть связано с тем, что вот в такой ситуации с травмой для спортсменов-любителей оценка своего уровня здоровья не является главным регулятором, наиболее выраженным регулятором их здорово-сберегающего поведения в силу того, что это не является для них каким-то профессионально значимым компонентом, в отличие от профессиональных спортсменов же. Ну и переходя к выводам, да, стоит сказать, что особенности формирования самооценки профессиональных спортсменов оказывают специфическое влияние на модель здорово-сбережения в ситуации травмы, и такая модель включает в себя факторы самооценки здоровья, эффективности здоровья, демонстрирует и включает факторы в процесс реабилитации спортсменов. Кроме того, модель здорово-сбережения спортсменов-любителей детерминируется высоким уровнем притязаний, но при этом не включает в себя компоненты самооценки эффективности И полученные нами данные позволяют говорить о существовании определенной профессиональной специфичности самооценки здоровья спортсменов с травмами конечностей. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада это исследование диспозиционных переменных и копинг-стратегий у девушек, занимающихся профессиональным спортом. Первая актуальность. В связи с большой популярностью спорта, высших достижений проблем повышения эффективности и работоспособности занимает важное место в исследованиях, проводимых в психологии спорта. На наш взгляд, изучение данной темы может способствовать разработке программ психологической подготовки спортсменов и тем самым повысить эффективность тренировочного процесса. Целью нашего исследования был анализ взаимосвязи копинг-стратегий с диспозиционными переменными личностями у девушек, занимающихся плаванием и синхронным фигурным катанием. Также необходимо уточнить, что под термином диспозиционные переменные в данном исследовании мы вынимаем особенности темперамента и черты характера. Говоря о копинг-стратегиях, мы понимаем это как намеренные действия, либо виденческий комплекс, усвоенный и применяемый личностью с целью преодоления дискомфортного состояния, стрессовой ситуации или каких-то неблагоприятных для индивида условий. Таким образом, в качестве гипотезы выступило предложение о влиянии формально-динамических свойств индивидуальности и черт характера на выбор определенных копинг-стратегий, а также на формирование стиля деятельности спортсмена. В качестве психодиагностического инструментария были выбраны следующие методики, вы можете видеть их на экране. Комплекс состоял из двух блоков. Первый блок это оценка выраженности стратегии собладания юношеской копинг-школы, то есть, да. И второй оценку особенностей темперамента и черт характера. Это две методики Русалова. Данное исследование проводилось среди девушек-спортсменок в возрасте от 14 до 19 лет. Респонденток можно при этом разделить на две группы. Первая это спортсменки, представляющие синхронное фигурное катание на коньках. Их было 33 девушки в возрасте от 14 до 19 лет. И вторая группа девушки, соревнующиеся за личные достижения в плавании. Было 20 девушек и получается всего выборка составила 53 человека. Также мне хотелось бы отметить, что в исследовании приняли участие члены сборной команды Свердловской области по плаванию и сборной команды России по фигурному катанию на коньках. Кроме того, опрошенные спортсменки имеют достижения не ниже первого спортивного разряда, что обуславливает сотли уровень их спортивного мастерства. Итак, первым этапом в данном исследовании нами был проведен анализ статистических различий по показателям интегральных шкал темперамента, показателям черт характера и показателям копинг-стратегии. Вы можете видеть общую таблицу на экране, здесь приведены наиболее значимые результаты. Так, проведенный сравнительный анализ показал нам, что среди представительниц синхронного фигурного катания достоверно чаще встречаются девушки с высококоммуникативной, а также общей активностью. Анализируя показатели черт характера, мы также можем заметить, что достоверные различия между двумя группами наблюдаются по чертам характера, гипертимность и демонстративность. Спортсменок с проявлением данных черт больше в группе также представительниц синхронного фигурного катания, чем среди пловчих. Кроме того, из результатов сравнительного анализа мы видим, что фигуристки достоверно чаще используют копинг-стратегию и эмоциональная разрядка. Далее представлены результаты корреляционного анализа копинг-стратегии и особенностей темперамента. Здесь я хотела подробнее описать полученные результаты в рамках каждого из стилей совладания. На данном слайде представлены результаты согласно продуктивного стиля. Из них можно заметить, что как синхронисткам, так и пловчихам с высокими показателями активности темперамента свойственен выбор стратегии работы достижения. То есть, другими словами, можно сказать, что чем выше показатели активности обеих групп спортсменок, тем больше они востребуют продуктивные стратегии, ориентированные результаты на достижение результата и преодоление трудностей. Интересно при этом, что у фигуриста, как представительниц командного вида спорта, коммуникативная активность отрицательно коррелирует с религиозной поддержкой. Тоже можно видеть это на экране. На данном слайде представлены взаимосвязи по непродуктивному стилю совладания. Мы можем видеть, что большее число взаимосвязей копинг-стратегии со шкалами темперамента наблюдается у пловчих. Это в основном отрицательные корреляции. В качестве общей черты у обеих групп можно выделить положительную взаимосвязь показателей активности и адаптивности с стратегией активный отдых. В рамках же социального стиля совладания у пловчих, в отличие от фигуристок, выявлена тесная взаимосвязь лишь со стратегией социальная поддержка. Согласно некоторым исследованиям, представительницы командных видов спорта чаще востребуют социальные стратегии совладания. Ну и возможно наши результаты частично подтверждают данную точку зрения. Далее представлены результаты корреляционного анализа черт характера и стратегии продуктивного стиля совладания. Сразу тоже оговорюсь, что проиллюстрирован именно этот стиль совладания, так как по нему получились наиболее наглядные результаты. По другим стилям получилось еще больше корреляции и взаимосвязей, поэтому я тоже опишу их, постараюсь писать их устно. Так мы можем видеть, что в продуктивном стиле у обеих групп с чертами характера коррелируют стратегии решения проблемы, работа, достижения. В непродуктивном стиле совладания у пловчих было выявлено большее число как отрицательных, так и положительных корреляций, чем у девушек, занимающихся синхронным катанием. В социальном стиле у синхронисток выявлено множество черт характер со стратегиями социальная поддержка, друзья, принадлежность и профессиональная помощь. В то время как у пловчих тесная взаимосвязь была выявлена только у стратегии принадлежность с чертой характера и идентичность. Таким образом, выявленный факт того, что среди синхронисток больше девушек с гиперативностью и демонстративностью в сочетании с результатами данного корреляционного анализа говорит нам, на наш взгляд, о склонности спортсмена командного вида спорта чаще выбирать продуктивные стратегии совладания, а также о важности для них социальной поддержки. Итак, у фигуристок было установлено большее число взаимосвязей диспозиционных переменных со стратегиями социального стиля совладания, чем у пловчих. Полученные данные говорят нам о том, что специфика совладающего поведения в значительной степени зависит от особенностей темперамента и характера, а также о том, что данные особенности отличаются в зависимости от вида спорта. Это подтвердает не только важность наличия программ психологической подготовки спортсменов, но и составление их с учетом специфики вида спорта и характерных особенностей его представителей. Так, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Приношу, может быть, какие-то извинения предварительные по поводу того, что формат, тема, вернее, прошу прощения, моего доклада, ну, не совсем про научные данные, но, тем не менее, по-моему, это один из вариантов решения проблемы, что же делать с этими многочисленными нашими научными данными, потому что в наше время жаловаться на отсутствие информации по спортивной психологии, значит, стремиться к бесконечному чтению, бесконечному поиску, бесконечному потреблению этой информации, это просто, значит, как белка в колесе, получается, существование. Что-то надо делать с этим колоссальным объемом, иногда противоречивым, но, безусловно, большим. Я представляю три организации, лабораторию физической культуры практической психологии, где мы много лет проводим практическую работу, Национальное институт биомедицины и спорта, где проводятся семинары курса повышения квалификации для спортивных психологов, и Федеральный научный центр в НИФ, где 38 лет я занимаюсь научной работой. И вот такое отношение непосредственное к этим трем звеньям формирования психолого-педагогического обеспечения, ну, дает определенный опыт и необходимость все это как-то упорядочить, потому что в конечном итоге и научная работа, и все, что связано с подготовкой кадров и повышением квалификации, все это, в общем-то, должно работать на практику. Систематизация информации, рациональное использование и научных данных, и методических рекомендаций, подготовка собственных практических рекомендаций – вот тема моего сегодняшнего выступления. В поисках решения мне удалось, или, по крайней мере, сейчас, я считаю, целесообразно, при работе с любой информацией, например, вот как сегодня, с прослушиванием докладов, совершенно разных, замечательных, по отдельности и в совокупности, имеет смысл выделять вот такие четыре категории. Это тема, которая всегда ложится в какой-то блок тематический, более крупный. Это адресат этой информации, то есть те руки, те уши, кому это полезно передать, кого полезно вооружить этими данными, фактами, закономерностями, рекомендациями. И, собственно, исполнитель. Эти роли могут совпадать. Кстати говоря, об этом несколько позже. Но вот эти четыре темы, буквально фиксация на полях при конспектировании, они позволяют потом на некие внутренние полочки положить и в дальнейшем рационально использовать, возвращаться, накапливать тот замечательный материал, который мы получаем в публикациях и, например, участвуя в подобных научных конференциях. Если говорить о блоках, куда ложатся небольшие, маленькие темы? Куда их можно положить? На какие полочки? Меня слышно, да, тут какое-то сообщение про ожидание? Слышно меня, да, Александр? А, слышно. Слышно, слышно, все в порядке. Спасибо. Значит, если говорить о систематизации, о укрупнении, о блоках, давайте так остановимся на этой терминологии, у каждого, конечно, своя система. Лично мне очень помогают вот такие шесть блоков, в рамках которых мы строим и консультативную работу, и очень много информационной работы. Это две базы, жизненная база спортсмена, он остается человеком, и спортивная база, все, что касается его карьеры, состояния, потенциала. И дальше некая спираль, она просто здесь представлена горизонтально, по которой, собственно, повышается мастерство спортсменов. Все, что полезно для тренировочного процесса, и все, что касается тренировочного процесса, в том числе и психологической подготовки. Подготовка к соревнованиям, самый такой острый запрос, как правило, соревновательная деятельность, тоже особая зона и нашей помощи, и запросов, и анализ опыта побед и поражений. Вот в эти шесть блоков легко помещаются и модули нашей работы, то есть любое содержание нашей работы в командах и индивидуально со спортсменами, запросы потребителей психологических услуг, вот наших заказчиков, они все могут быть размещены на этих полочках, в этих блоках. И научные данные, практические рекомендации. Вот так, чтобы это все не лежало где-то мертвым грузом, а все-таки оперативно использовалось. Еще уже такие замечательные данные имеют особенность забываться. Вот возвращаемся, значит, к теме адресат. Адресат и исполнители. Кто это, что это за категории? Спортсмены высококвалификации, юные спортсмены, их родители. Одно без другого в данном случае не бывает. Тренерский состав, руководители спортивных организаций, с которыми тоже, кстати, надо работать. Мы очень часто об этом забываем. С ними надо договариваться, их надо информировать, как-то так сказать, просвещать в хорошем смысле этого слова. И информация, которая нам попадается и вооружает именно нас, как спортивных психологов. И вот те курсы, которые мы проводили много лет и продолжаем проводить, они раньше выглядели у нас вот по такой логике, строились, и всем очень нравились. Мы говорим, спортивный психолог вот таким-то образом должен взаимодействовать вот с этими категориями участников спортивной деятельности. Хорошо. Но теперь мы понимаем, что этого недостаточно. И почему недостаточно? Потому что помимо активного взаимодействия, вот эта нижняя строчка, мы еще можем информировать и мы можем кого-то обучать. Значит, таким образом мы информацию эту должны упаковывать как-то по-другому и думать уже заранее об этом. Это значит, что вот для этих нескольких категорий потребителей, вот начиная от руководителя организации, заканчивая там у нас родители юных спортсменов, мы должны на полочке положить полезную для них информацию. Каждому свою. Каждому свою. И вот сейчас мы, например, наши курсы будем перестраивать еще и под вот этот подход. Но обратите внимание, что все эти адресаты, они не просто выполняют как исполнители какие-то задачи, и мы можем им помочь. Вот они здесь выделены жирным шрифтом в графе, в строчке нижней исполнителя. Но они еще и взаимодействуют со всеми остальными участниками процесса. И вы представляете, какая получается сложная структура использования тех фактов, тех закономерностей, которые мы получаем благодаря опыту и деятельности наших коллег. Но вот если такого порядка внутри не будет, внутри нас самих, так сказать, или подобного порядка, я понимаю, что каждый здесь проходит свой путь. Очень сложно, так сказать, разобраться и накапливается вот тот самый стресс, некая внутренняя неудовлетворенность по поводу того, тем ли путем я иду, все ли я, так сказать, использую, что вообще у меня где-то было приготовлено. На самом деле адресаты, исполнители и блоки, это довольно большая в результате развернутая структура, будут выглядеть вот таким образом. Но у меня есть все-таки представление о том, что это реально потянуть вообще одному специалисту, вот просто каким-то образом систематизировав свое внутреннее пространство. Мы работаем, используя разные предложения для сопровождения и обеспечения спортивной подготовки. Мы предлагаем это в виде пакетов, пакетных предложений в каждой группе потребителей, потенциальных заказчиков. Они выбирают то, что им сейчас наиболее актуально. И только после этого мы можем говорить о том, что вот у нас под этот коллектив, под этот клуб, под эту команду сформировалась некая программа. Дальше содержание программы, оно у нас разбивается, уточняется в связи с охватом участников, в связи с длительностью работы предстоящей данного времени нам. И, конечно, выбираются разные формы, включая и заочную работу. И тогда возникает вопрос, а как же нам быть с той информацией, которая представляется и в публикациях, и в докладах, и характеризует некую программу действий какого-то специалиста в какой-то зоне, так сказать, работы. Ведь каждый опыт уникален. Это была та команда, это те спортсмены, это другой этап, это особый тренер. И вот здесь представлены 11 пунктов. Их было в начале года 9, теперь их уже 11. Мне кажется, это те пункты, я не буду их перечислять, значит, их можно сфотографировать, может быть, если покажется кому-то интересным. Это то, что мы можем взять из любого материала, который, казалось бы, к нашей команде не имеет никакого отношения. Гимнастка слушает доклад по хоккею. А вот можно взять. Вот эти позиции будут полезны и в другой категории, в другом направлении работы. Очень полезны выявленные факты, очень полезны взаимосвязи, зависимости. Вот то, что мы сегодня видели в виде, было представлено в виде коррекционных связей. И, конечно, динамические сцепки этих параметров очень важны. Как одно с другим, в динамике еще меняется. И, конечно, вариант, когда психолог Иванов Иванович с командой «Солнышко» под руководством тренера Петрова делал АБЦ и получил хороший результат, я буду делать так же. Вот такая логика, ну, в нашем 21 веке, по-моему, совершенно уже, так сказать, неэффективна. То есть вот на это рассчитывать не приходится, все гораздо сложнее. И это последний слайд. Возвращаясь к идее систематизации, еще раз повторяю, у каждого есть свой путь. Мы нашли такой вариант. Единственная просьба, например, ко всем докладчикам, вот это уже очередная конференция, где я слушаю, делая отметки вот таким образом. Единственная просьба докладчикам говорить помедленнее, потому что мозг не успевает это все, так сказать, вот разложить. Но научиться этому можно. Мы уже тут достигли определенного совершенства. Мне кажется, вот эта тема, она может быть кого-то подвигнет на разработку своей системы анализа и систематизации, необходимой, профессионально значимой для каждого из нас информации. И это повысит нашу общую эффективность. Благодарю за внимание. Метакогнитивные умения спортсменов при принятии решений в ситуациях неопределенности. В настоящее время очень метакогнитивное направление современно и бурно развивается в современной психологической науке. И, конечно, не будем мы наших дорогих спортсменов без таких замечательных наработок оставлять. Но для начала, вот на данном слайде вы видите, что из себя представляют метакогнитивные умения. Метакогнитивные умения – это действия, которые еще пока не автоматизированы, потому что автоматизированы – это уже будут навыки по управлению своими когнитивными процессами, основанные на правилах, которые вырабатывает сам спортсмен. Включают в себя метакогнитивные умения, метакогнитивные стратегии, метакогнитивную включенность. Метакогнитивные стратегии – это специфические алгоритмы действий, которые регулируют внимание, память, мышление. А метакогнитивная включенность это показатель, который показывает, насколько спортсмен может реализовывать в конкретной ситуации знания, которые у него есть о своей метакогнитивной сфере и действия, то есть регулятивные навыки, умения, которые будут управлять когнитивными процессами. И вот эти метакогнитивные стратегии, метакогнитивная включенность, соответственно, они проявляются в принятии решений в ситуациях неопределенности. А что мы относим к ситуациям неопределенности? Ну, наши уважаемые специалисты, авторы которых вот тут вот приведены как раз мы все. Значит, в ситуации неопределенности это те ситуации, которые обычно характеризуются неопределенной опасностью, риском, те ситуации, в которых невозможно полностью контролировать себя и которые обычно какой-то непредсказуемый, труднопрогнозируемый процесс и результат. Но, естественно, на спорте полно таких ситуаций, и это могут быть ситуации, связанные с принятием решения в условиях спортивной карьеры. Но там, допустим, если речь идет о спортивной карьере, то они не очень существенны. Например, когда спортсмен там думает, ну, перейти к одному тренеру или там остаться у прежнего. Например, какой выбрать спортивную специализацию, какой амплуа там выбрать, ну, если такая возможность есть, например. Вот здесь стоит ли продолжать занятия спортом или уже надо бросать. Вот это все как бы обычно речь идет о неопределенных ситуациях, ситуации равнения неопределенности, но без ограничений по времени. Ну и, конечно, таких полно ситуаций неопределенности на соревнованиях. Это и есть классические такие ситуации неопределенности, но в них уже решение принимается в условиях дефицита времени. Значит, соответственно, целью настоящего исследования было изучение метакогнитивной включенности и метакогнитивной стратегии при принятии спортсменами решений в ситуациях неопределенности. Использовались методики, которые вы видите на слайде. Это опросник метакогнитивной включенности, знаменитая методика опросник стиль саморегуляции Марасанова, анкета метакогнитивной стратегии спортсменов. Значит, выборка тут представлена на слайде. У нас, значит, было, соответственно, 169 человек, но я не буду титры зачитывать, они все видите. Разные виды спорта, примерно одинаковое равномерное распределение циклических видов спорта, спортивных искусств, так называемых, сложно-корбинационных видов, там, значит, игровые виды и единоборства. Примерно одинаковый процент, ставши занятий спортом, тоже приблизительно равномерные выборки распределения. И вот такое распределение по спортивным разрядам, которые мы здесь видим. Вот такая у нас выборка, значит, получилась. И что мы, значит, здесь получили, какие результаты. Ну, прежде всего, это сами ситуации, в которых спортсменам трудно принять решение. Все ситуации у нас группировались как раз по вот, ну, ряд ситуаций. Делался контент-анализ и, соответственно, в результате получились такие большие три группы. Значит, ну, прежде всего, это ситуации, которые идут без ограничения времени. Это ситуации, связанные с продолжением спортивной карьеры, организацией спортивной карьеры и соревновательной ситуации. Ну, и как мы видим, в общем-то, существенных таких различий по представленности таких ситуаций у мужчин-спортсменов и у женщин-спортсменов нету. Но причины, в общем-то, при возникновении этих ситуаций, и вот те вопросы, которые там решаются, они могут несколько различаться. Несмотря на то, что общая картина, например, они статистически выглядят так вполне одинаково. Ну, вот, например, допустим, какие, собственно говоря, проблемы решают, в чем здесь трудность именно. Ну, скажем, вот, масса ситуаций связана с тем, где решается вопрос, продолжить ли спортивную карьеру или бросить спорт. Но причины здесь могут быть несколько различные. Тут, например, допустим, мы видим, скажем, травмы и проблемы со здоровьем прежде всего вот именно у девушек-спортсменов. Вот тут и по этим причинам такой вообще вопрос-то возникает, собственно говоря. Вот. И, например, допустим, меньше девочек беспокоят обычно девушек, когда вот там трудности спортивного режима и образа жизни. Вот. Ну, у молодых людей тоже по совокупности все-таки именно вопросы, связанные с продолжать ли спортивную карьеру, либо бросить спорт, возникают по причинам, ну, скажем, тоже травм, либо снижения спортивных результатов. Ну, и там в меньшей степени, скажем, когда конфликты с тренером или трудности спортивного тоже режима. Вот, например, если мы возьмем ситуацию второго вида, то есть связанная с организацией спортивной карьеры, то здесь тоже вопросы несколько могут различаться. Например, вот юноши, допустим, больше всего беспокоят. Здесь они вот решают такие вопросы, а как совместить занятия спортом и, например, учебный процесс там. Ну, чаще всего речь идет о подготовке к поступлению в институт, сдаче государственных экзаменов. У нас тут очень серьезный экзамен такой. Вот. Девочек эти меньше вопросы волнуют, да, девушка. Но у них, например, допустим, больше их беспокоит, скажем, переходить ли к другому тренеру из-за отсутствия роста результатов у прежнего. Ну, или менять ли спорт или специализацию. Ну, как видим, мы видим, что молодых людей вот вопросы перехода к другому тренеру совершенно меньше всего волнует. Вот. Ну, также здесь можно обратить внимание, что какие вопросы обычно решают спортсмены. Уезжать ли из семьи в другой город или даже в другую страну для продолжения спортивной карьеры, да. Вот, допустим, вот такие вопросы беспокоят. Но остальные вопросы связаны с переходами в тренеру или в клуб в связи с наилучшим изменением вот спортивной карьеры. Значит, если мы говорим о соревнованиях, то здесь такие обычно вопросы решаются. Значит, спортсмену нужно принять решение подготовиться к соревнованиям, на какие сборы ехать, как лучше готовиться у себя в родном клубе или там поехать по вызову на сборы в сборную. Эти вопросы больше всего волнуют юношей, девушек такие вопросы поменьше волнуют. Но девушек больше, например, больше волнует вопрос уже, собственно, соревновательной стратегии. Какую тактику лучше выбрать? Риск или надежность, например, да. Вот. Ну, вот, например, интересно, что у юношей несколько больше выражено трудности, когда им надо принять, вот сделать какой-то морально-этический выбор. Ну, например, поступить честно, либо пренебрить этическими нормами ради победы. Вот такие вопросы тоже возникают перед спортсменами. Ну, короче говоря, в результате, в общем-то, в целом надо сказать, что несмотря на то, что общее распределение ситуации достаточно равномерно, решаемые вопросы внутри женской и мужской выборов несколько различаются и бывает смещаются к тому или иному полюсу. Ну, что касается метакогнитивных умений, то вот, собственно, как они проявляются при принятии решений вот в данных ситуациях, которые мы только что-то обсудили. Ну, и, например, по метакогнитивной стратегии метакогнитивной включенности, то вот по полу, возрасту или до спорта, различий тут нет. Ну, по крайней мере, если мы возьмем возраст 19-25 лет, а именно такой была наша выборка. Конечно, может быть, там, если существенная разница в возрасте, может быть, там будет, как будут какие-то различия, но у нас их пока нет на данный момент. Вот. Но вот, например, различаются, скажем, вот эти показатели метакогнитивных умений в связи со стажем и с квалификацией. Они выше у тех, кто, соответственно, более опытных спортсменов и более квалифицированных спортсменов. Ну, если взять, например, отдельные метакогнитивные стратегии, допустим, вот тут они у нас представлены, то тоже каких-то вот таких существенных различий выраженности этих самых стратегий у мужчин и женщин. В общем-то, и нету различий как в ситуациях без дефицита времени, так и с дефицитом времени, да, то есть, вероятно, в ситуациях. Но вот на что нужно обратить внимание, что во всех ситуациях наименее эффективно используются такие метакогнитивные стратегии, как контроль и коррекция когнитивных процессов. Ну, и в итоге в прикладном плане, конечно, более важен вопрос, а как же связаны вот эти метакогнитивные умения, например, с таким показателем, как правильность решения. Потому что, ну, хорошо, есть метакогнитивные умения, у кого-то там они лучше развиты, у кого-то хуже, ну, а на что это влияет. Ну, и здесь, конечно, мы опираемся на показатель правильности решения в спортивно значимых ситуациях, потому что от того, как спортсмен примет решение правильно-неправильно, у него там, может быть, и карьера-то не будет дальше развиваться, например, если он вдруг решит уйти из спорта. Вот, значит, соответственно, мы здесь видим, что вот, ну, сравнивались вот решения по такой шкале, как от абсолютно правильного до абсолютно неправильного решения. И, в общем-то, метакогнитивная включенность, вот как раз именно спортсмен, у которых выше, метакогнитивная включенность, не больше ответов, которые считают, что было принято абсолютно правильное решение или там в целом правильное решение. Вот, ну, а, соответственно, если меньше этот показатель, то, соответственно, больше вот таких ответов. Решение как бы ближе склоняется к неправильному. По метакогнитивным стратегиям там не все стратегии, не по всем стратегиям получилась такая взаимосвязь, но по изучаемым стратегиям получилось, что именно такие стратегии, как планирование, контроль и коррекция когнитивных процессов, да, если они лучше как бы сформированы, то тогда спортсмены в целом принимают более правильное решение. Ну и как это все учитывать в результате, да, вот как раз. Значит, что мы можем сделать здесь, как психологи? Ну, естественно, мы занимаемся как психологи в психологической подготовке спортсменов. Сейчас вот разрабатываются такие направления, особенно вот в педагогическом, в когнитивной психологии, в метакогнитивный тренинг, который включает в себя разные там технические, игроспециальные упражнения. Ну, о том, как выглядит этот тренинг и какая оптимизация, вот, скажем, у нас есть публикации. В Минске вот как раз я делала доклад на эту тему, и там же есть статья на эту тему. Вот, поэтому сейчас мы подробно здесь не будем говорить про это. А вот на что мы скажем, на что влияет этот метакогнитивный тренинг. В целом он направлен на повышение, как бы на улучшение метакогнитивной включенности, то есть на расширение знаний своих, знаний спортсмена о своем мышлении, памяти, внимании, чтобы он просто больше знал и адекватно мог его оценивать. И, соответственно, совершенствуем регуляции вот этих когнитивных процессов. Ну, чтобы он мог там понимать, на что надо направить мысление, какую когнитивную стратегию вообще выбрать лучше, да, например, там, скажем, использовать прошлый опыт или создавать какую-то новую логическую схему надо. Например, там, что сделать, чтобы заставить себя удерживать внимание, допустим, да, на каком-то нужном объекте. Ну, и, конечно, здесь речь идет о совершенствовании таких стратегий, которые связаны с правильностью решения. Прежде всего, это планирование, контроль, коррекция когнитивных процессов. Но и в совокупности как раз вот улучшение этих показателей как раз оно у нас и должно приводить, как показывают наши результаты, к повышению правильности решения в данной ситуации. Ну, решение, естественно, решение позволяет спортсменам на предыдущение, он четко понимает, когда ему надо, допустим, перейти, может быть, к более какому-то прогрессивному, более известному тренеру или лучше там остаться у прежнего. Допустим, как ему лучше организовать подготовку, стоит ли ему специализироваться, выбрать какую-то другую спортивную специализацию, стоит ли ему идти на риск и так далее. В результате как раз вот успешная и эффективное преодоление этих трудностей, оно, естественно, способствует более успешной спортивной карьере. На этом мой доклад закончен. Спасибо за внимание. И тогда мы сейчас можем перейти к Наталье Сергеевне. Всем спасибо. Отключусь. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Повышение экстремальности деятельности спортсменов на современном этапе развития спорта». Можно следующий слайд? Спасибо. Основное противоречие деятельности в современном обществе – повышение роли субъектных характеристик личности, увеличение возможностей самореализации при высоком риске их использования, ценность экстремальной деятельности, стимулирование рискованного поведения и резкое возникновение все новых ограничений степени автономности личности, нарастание социального прессинга. В современном рискогенном социуме снижается унифицированность. Производство рисков начинает превалировать над производством богатства, характерного для индустриального общества. Предприимчивость становится нормой общественного поведения, а экстремальность – неизбежный заставляющий человеческой жизни. Продолжительная деятельность с предельным для человека напряжением может стать ведущим принципом существования человека в современном обществе. Пожалуйста, следующий слайд. Самореализация личности в экстремальных условиях, к которой еще добавляется социальный прессинг, более успешна при наличии четких объективных критериев оценки результативности деятельности в соответствии требований социума и имеющимся возможностям. В этом случае значимость внешних оценок для личности постепенно снижается, самооценок, самоконтроль и саморегуляции повышается. Пока чувствительность к оценкам окружающих и зависимость от них еще высока, высока также значимость социального статуса, социальной поддержки и стремления их получить. Наличие поддержки служит в этом случае дополнительным стимулом, источником позитивных эмоций. Негативные оценки и отсутствие поддержки при высокой чувствительности к оценкам окружающих воспринимаются как признак низкой ценности для окружающих собственной личности, возникают негативные переживания из-за зависимости от субъективной оценки других людей. Низкая ценность для окружающих собственного «я», представление о его слабости и некомпетентности создают проблему формирования личностных качеств, повышают напряженность психологических защит, при этом вначале активизируются попытки доказать, как правило, людям свою ценность, отстоять право на собственную оценку происходящего. Пожалуйста, дальше. Ну, собственно говоря, хотелось представить вашему вниманию результаты работ, которые проводились на протяжении последних... ...в РГУК-СМИД. Что при этом в общем можно сказать, что удалось выявить? Ну, во-первых, в современных условиях особенности социальной ситуации для спортсменов заключаются в юном возрасте в том, что они могут либо случайно оказаться в спортивной секции, например, за компанию, чтобы дома не сидели, и в этом случае родители не прогнозируют дальнейшие жизненные успехи ребенка, исходя из успехов в спорте, не формируют у юных спортсменов установку оценивать свои возможности, различать то, чего они уже достигли, и то, что могли бы достичь, если бы проявили характер. Такая установка – важная предпосылка развития навыка саморегуляции и волевых качеств личности. Проблемой в этом случае становится низкий уровень саморегуляции, проблемы с характером, которые мешают спортсменам достигать успеха в дальнейшем. При чрезмерной сильной мотивации родителей, чрезмерных престижных устремлениях дети лишаются возможности получить одобрение и небольшим успехом при освоении упражнений. Это замедляет рост у них уровня притязаний. Мы даже видели парадоксальный случай, когда, казалось бы, болезненный, слабый ребенок начинал потихонечку втягиваться в спортивную деятельность, выходил на очень высокие спортивные результаты, в то время как более одаренные дети вследствие вот такой чрезмерной требовательности, чрезмерных престижных устремлений родителей, быстро теряли интерес к спорту и бросали занятия спортом. А этот ребенок, получая поддержку, видя непосредственную радость своих родителей, даже маленьких своих успехов, все больше и больше втягивался в занятия спортом и потихонечку начинал достигать все больших и больших спортивных результатов. Вот парадокс, который, по нашему мнению, объясняется именно таким ростом мотивации. Многие родители, особенно молодые, которые, в 20-30 лет, притязая на высокие достижения своих детей, стремятся их контролировать, конфликтуют с родителями, с детьми, со своими и с тренером. В этом случае у детей либо формируется готовность подчиняться, снижается субъектная активность личности, недоразвиваются структуры, необходимые для самоорганизации, либо повышается тревожность, негативизм, снижается уверенность в себе, притязание, снижаются мотивации занятия спортом, либо ухудшаются отношения с тренером, возникают и закрепляются защитные реакции на травмирующее влияние, на предъявление завышенных требований без учета потребности в одобрении уважения и эмоциональном контакте. Спортсмены, естественно, могут при этом активизировать попытки доказать другим людям свою ценность, отстоять право на собственную оценку происходящего, но с такими попытками у них растет и ряд нежелательных качеств, подозрительность, самоуверенность и целый ряд других, не очень хорошо сказывающихся на отношениях с людьми в дальнейшем. Либо снижается, в конце концов, значимость субъективных оценок со стороны других людей, занятий спортом и физической, психической активности, и они переходят к поискам другой группы, которая готова оказать им социальную поддержку. Во взаимоотношениях с тренером мы наблюдали достаточно часто ошибки педагогической оценки, например, ситуации, когда тренер объявляет способными и поддерживает спортсменов, с которыми сам идентифицируется, порой по каким-то поверхностным признакам. И в этом случае оценка тренера начинает работать на расслоение группы, на лиц с высоким и низким уровнем притязаний. Проблемой в этом случае становится то, что спортсмены приходят к выводу отчетности собственных усилий или к социальному иждивенчеству приходят, то есть они начинают ждать, когда тренер сделает из них тех самых чемпионов, которыми он их уже объявил. То есть они формируют притязания, но притязания, которые не готовы подкреплять своими усилиями, потому что они ждут, что этот тренер сейчас из них что-то будет делать. Либо приходят к выводу о том, что им надо прекращать занятия спортом, раз вот тренер считает, что они неперспективные, и все равно своими усилиями ничего теперь не добьются. Иногда такая оценка тренера опирается на какие-то прогностические критерии, которые даются специалистами, а эти прогностические критерии очень часто учитывают, например, акселератов и не учитывают ретардантов, не учитывают особенности детей, которые с некоторой задержкой, но в конце концов, выходят на тот же, а тот же может быть и более высокий уровень развития. И к тому времени, когда они на этот уровень развития выходят, собственно, уже целый ряд проблем с формированием личностных качеств, они получают. И еще одна группа проблем – это проблема взаимоотношений с ровесниками. Когда ровесники начинают дразнить, детей из-за их слишком высокий или слишком низкий рост, как, например, в баскетболе, в волейболе девочки с этим могут сталкиваться с такими проблемами, формируют целый ряд комплексов. В других видах спорта мальчики могут сталкиваться, как раз те, кто отстает в развитии и в половом созревании, и они стремятся продемонстрировать свою мужественность, начинают особенно агрессивно себя вести, что тоже не способствует улучшению их отношений с ровесниками. Какие при этом наблюдаются проблемы? Повышается тревожность, негативизм, подозрительность, ненижается уверенность в себе, притязание, мотивация, опять же, занятия спортом. Начинают возникать проблемы с формированием личностных качеств, формируются позиции, например, могу, но не хочу, все или ничего, что мы видели на примере сборной команды по гольфу подростковой. Может наблюдаться ухудшение отношений с ровесниками вследствие возникновения закрепления защитных реакций на травмирующее воздействие. Ну и, собственно, в конце концов, переходит спортсмен на поиски другой группы, которая готова его поддержать. Сборная команды по гольфу. Вы видите, что у нас есть три мальчика, которые показывают более высокие результаты, чем девочки. Они достаточно доброжелательно, дружелюбно относятся ко всем остальным. Уже прошла фаза перестройки функций и им удается показывать очень высокую точность движения в отсутствии талона. Вся группа девочек демонстрирует примерно одинаковые средние результаты. Есть два мальчика, у которых вот эта перестройка функций еще не произошла. Вследствие этого они имеют целый ряд проблем с формированием личностных качеств. Вот эти две позиции. Хочу могу, но не хочу. Все или ничего. И, собственно говоря, у них очень высокая вариативность движений, очень низкая точность движений при этом. Можно дальше? Здесь вы видите, что в начале в процессе занятий теннисом у детей, у девочек конкретнее, 8-10 лет происходит постепенное снижение притязаний на уверенность в себе с очень высокого уровня, но ближе к адекватному уровню. И вот по мере того, как их притязания на уверенность в себе становятся более адекватными, у них начинает расти результат. А в дальнейшем, вот переключите, пожалуйста, на следующий слайд, на номер 8. И в дальнейшем вы видите, что разброс притязаний на уверенность в себе резко возрастает. В 11-14 лет он намного, он достоверно выше, чем в 8-10. Очевидно, те усилия тренеров по приближению уверенности в себе к адекватной, они не останавливаются, когда эта уверенность в себе, в общем-то, уже оценивается, и выстроенные притязания на какие-то, может быть, посильные для них результаты, начинают дальше давить на этих девочек. В итоге часть девочек формирует защитные позиции, которые позволяют им избежать каких-то чрезмерных усилий. И результаты в 11-14 лет, вот можно следующий слайд, девятый, в дальнейшем начинают возрастать уже не из-за динамики притязаний на уверенность в себе, они начинают возрастать из динамики притязаний на хорошее в возрасте 11-14 лет. Как раз уже должна быть сформирована установка на то, что если я постараюсь, то я смогу больше. И вот в этом случае результаты дальше начинают у этих девочек расти. Ну, результатов получено очень много. Это и результаты относительно сборной команды по баскетболу. Вот эти остаточные явления у ретардантов низкой самооценки своего роста и проблем с возрастом, и проблем с ростом, который якобы мешает им забивать трехочковые броски, сопряжен с целым рядом негативных черт личности, с очень высокой подозрительностью, там в среднем подозрительность 8 стэнов. Это значит, что у кого-то и 10, у кого-то 6. Ну и целым рядом других проблем. Разрешите перейти к выводам. Повышение экстремальности деятельности спортсменов на современном этапе развития спорта способствует развитие коммерциализации индустрии спорта, конкуренция за набор кандидатов для занятий спортом, стремление вывести их на рекордные достижения, обострить борьбу, появление финансовых возможностей и свободного времени и желания людей быстро добиваться успеха и известности, с одной стороны, и низкая психологическая грамотность спортсменов, родителей и тренеров, с другой. В современных условиях особенно возрастает значимость помощи спортсменам, спортивного психолога, важность наличия психологического образования у тренеров, организация психологического сопровождения, деятельности спортсменов. Все, большое спасибо за внимание. Пожалуйста, сейчас перед нами выступит президент Ассоциации спортивных психологов Уляева Лира Гаязовна. Пожалуйста, Лира Гаязовна. Уважаемые коллеги, разрешите от Ассоциации спортивных психологов поприветствовать всех участников конференции. Прекрасная секция, прекрасные доклады. Ассоциация спортивных психологов была создана в этом году, или воссоздана, вернее сказать, в сентябре 2020 года. И за три месяца нашей работы мы уже много чего достигли. Значит, учредителями Ассоциации выступили представители ведущих спортивных школ России. Это Геннадий Дмитриевич Горбунов, Альберт Вячеславович Родионов, Сергей Дмитриевич Неверкович, Галина Борисовна Горская. 24 ноября 2020 года Михаил Мишустин подписал стратегии развития физической культуры спорта в период до 2030 года, где одна из задач гласит создание возможностей для самореализации и развития способностей граждан в сфере физической культуры спорта, что очень созвучно с миссией нашей Ассоциации. Ассоциация воплощает лучшие традиции отечественных профессиональных психологических обществ, объединяет в своих рядах ведущих спортивных психологов стран СНГ, ближнего зарубежья и, естественно, России. У нас существует три уровня членства. Это действительные члены, это психологи практики, преподаватели психологии, исследователи, ученые. Партнеры ассоциации, это тренеры, спортсмены, родители, менеджеры, врачи, массажисты, диетологи и другие представители этой целевой аудитории. Образовательные, научные, физкультурно-оздоровительные учреждения, это юридические лица. У нас есть студенческое общество спортивных психологов, которое объединяет студентов, магистрантов, молодых специалистов. Приоритетными направлениями все представлены здесь, это семь наиболее важных для ассоциации. Хотелось бы сказать, что психологическое просвещение является номером один именно в работе нашей ассоциации. Очень много в докладах прозвучало, что не хватает именно этого направления деятельности в работе с родителями, с психологами, и в том числе со спортсменами. Информационно-аналитическая работа позволяет нам изучить зарубежный опыт и наиболее современные тенденции развития спортивной психологии. Научно-методическое сопровождение позволяет как раз использовать те наработки методические из различных учреждений образования там или спортивных для внедрения уже в практику. Сотрудничество в научной сфере предполагает, что научно-исследовательские институты, которые разрабатывают различные проекты, а также где имеются аспирантура, магистратура, все научные работы могут быть внедрены непосредственно в практику. Координации деятельности практических психологов. Большое внимание будем уделять тому опыту, который есть у практических психологов. Будем изучать, внедрять, более того, уже как сказала Елизавета Вячеславовна Мельник, мы будем очень трепетно относиться к этическим основам в нашей сфере. Это один из приоритетных тоже направлений. Психология здоровья, психология массового спорта, психология фитнеса, индустрия, это тоже является глобальным проектом, который тоже, наверное, займет достойное место в деятельности ассоциации. Но про международное сотрудничество кратко не буду, не буду сейчас останавливаться, немножко расскажет более шире Рогалева Людмила Николаевна, как раз руководитель этого направления. Могу только сказать, что ассоциация дает возможность шире обмениваться достижениями, изучать опыт коллег, демонстрировать своим коллегам свой опыт, также усваивать успешные стратегии. Также можем сказать, что в лексиконе нашей ассоциации нет таких понятий, как заказчик, потребитель, услуги, адресаты, исполнители. У нас есть такие категории, как обучаем, развиваем, сопереживаем, сопровождаем, обеспечиваем. Ассоциация у нас работает в реальном времени, в реальных условиях, в реальных ситуациях и с реальными целями, задачами. И только благодаря сочетанию всех этих факторов мы осуществляем как бы нашу деятельность. Ассоциация находит решение в современных подходах. Это интегративный, проактивный и ресурсный. Члены ассоциации опираются исключительно на глубокие знания теории практики спортивной психологии и активно внедряют результаты научных исследований в процессе психологического сопровождения. То, что как раз говорили многие докладчики, что у нас иногда немножко потеряна вот эта вот цепочка между наукой и практикой, то ассоциация как раз это та, где все компоненты, начиная от создания, дальше апробации, изучения, внедрения, анализа, мы внедряем уже непосредственно в практику. И уже мы видим результаты этой деятельности. То есть уникальная возможность в рамках ассоциации именно реализовывать то, что сейчас в многих докладах прозвучало как проблемы. То есть что такое проблемы? Это трудно разъяснить вопрос, на который нет ответа. У нас есть он. Школы спортивной психологии, которые сотрудничают с ассоциацией. Это знаменитые наши школы Московская, Ленинградская, Санкт-Петербургская, Краснодарская, Уральская, Сибирская. И страны СНГ, это Армянская, Белорусская. И у нас есть коллеги и из Казахстана. Разрешите представить эту удивительную, такую эмпотивную фотографию. Это второй всесоюзной конференции по психологии, физическому воспитанию, спорту. Одиннадцатой. Одиннадцатой? Ой, простите, одиннадцатой. Да, значит, спасибо Владимир Геннадьевич Севицкому. Значит, это происходило у нас в Минске, да? Может быть, вы два слова скажете, Владимир Геннадьевич? Да, я могу сказать, это предпоследняя конференция спортивных психологов, всесоюзная. Последняя была в Краснодаре, но уже в девяносто втором году. А это девяностый год, как раз за год до распада Советского Союза. Более, около ста человек, причем шесть стран, кроме Советского Союза, было еще шесть стран. Франция, Англия, Германия, США, кто-то здесь есть. Мы еще всех не нашли, не вспомним. Все, спасибо. Спасибо. Вот, значит, если кто-то увидел здесь уникальные личности, да, то есть своих учителей, пожалуйста, направляйте в ассоциацию, может, кто-то кого-то узнал. Многих мы уже восстановили, благодаря вот инициативе Владимира Геннадьевича. Ждем. То есть, эта фотография, это такой переход между прошлым ассоциацией и будущим. Федерация спортивной психологии была создана в 1987 году и прекратила свое юридическое существование в 1991 году. И вот уже прошло 30 лет, так нам и не удалось, де юре, повторяю, создать ассоциацию, были много попыток, и вот, наконец-то, я не знаю, может быть, это учителя свыше нам помогли, или же пандемия нам помогла. Пока еще надо этот феномен изучить, но нам удалось в этом году всем объединиться, всем школам. Это уникальное событие. И более того, вот у нас состоялась и встреча с представителями Всемирной организации спортивных психологов, европейской. Так что у нас вот такое очень перспективное предполагается сотрудничество. Ну, наш слоган звучит «Вместе мы быстрее, выше, сильнее». Приглашаем всех вместе вести летопис спортивной психологии, принимаем самых достойных и будем работать на благо нашего отечественного спорта, ну и спорта вообще во всем мире. Спорт объединяет не только, как говорится, страны, там, людей. Спорт – это вообще как бы целое направление, да, вот такое, то есть каждого объединяет. Спорт касается каждого, вот скажем так. Поэтому давайте вместе творить эту историю. Спасибо за внимание. Здесь у нас представлены наш адрес электронный, где вы можете написать нам свое желание вступить в наши члены. А сайт буквально на днях мы запустим, он в стадии разработки. Спасибо. Еще раз за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу акцент сделать на международное сотрудничество, потому что как раз вот международное сотрудничество, оно показывает, что вот Всемирное, ну, Международное общество спортивных психологов и Федерация, Европейская Федерация спортивных психологов, оно вообще приветствует именно коллективы, коллективы спортивных психологов из каждых стран. И уже вот исторический такой момент, что созданы практически во всех регионах мира свои сообщества, которые вошли, имеют свое членство в Международное организации спортивной психологии. А мы вот из-за того, что мы не объединились, из-за того, что мы все-таки были очень долгое время в Россе, вот утратили свое членство и в Международном обществе спортивной психологии и Европейской Федерации спортивной психологии. Поэтому, мне кажется, на это направление мы должны обратить внимание, потому что оно является уже представлением нашего общества, ассоциации спортивных психологов на международном уровне, и оно будет способствовать вот этому направлению позиционирования у нас как, в общем-то, достаточно активной организации, способной, в общем-то, продвигать развитие мировой спортивной психологии. Акцент я сделала в том, что действительно, все-таки спорт это всегда предполагает международное сотрудничество, и поэтому вот приоритет развития связан с развитием международных отношений Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, ну и так же, как страны СНГ. Второй аспект связан с развитием научного сотрудничества и обмена передовыми практиками в области психологии спорта. Научное сотрудничество, это стимулируется приоритетной политикой российских университетов, вхождение в число ведущих стран в предметных мировых рейтингах. Во всяком случае, сегодня нас, как преподаватели университета, вот это международное сотрудничество, оно ложится на плечи вот самих преподавателей, которые должны занимать свою нишу в международном сообществе, цитироваться и, в общем-то, продвигать свой университет. И поэтому, конечно, научное сотрудничество, оно в области науки очень актуально. Но второй момент, это изучение наиболее перспективных международных психологических практик, диктуется вообще практикой спорта, развитие новых психотехнологий в мире будет способствовать совершенствованию психологической подготовки спортсменов. И поэтому обмен вот такими практиками российских коллег из стран СНГ, мне кажется, мы тоже можем чем-то поделиться и какой-то опыт перенять. И самое главное, это как раз стимулирует нашу активность и расширение каких-то границ наших возможностей за счет тех инициатив, которые есть в разных странах. Ну и большое значение имеет вообще наша информированность общая о том, что происходит в других странах, как происходит сертификация, как происходит обучение спортивных психологов, как относятся тренеры к психологической подготовке спортсменов, менеджеры и сами спортсмены. И я могу сказать, что, конечно, вот обращает на себя внимание то, что есть страны, где действительно спортивная психология достаточно высокостатусная области знаний, как Англия, там Америка, Европа. И есть страны, где еще только спортивная психология, так скажем, зарождается. Мы, мне кажется, вот где-то между наиболее подрогрессивными странами, где идет сертификация уже, и развивающими. Мы пока еще не достигли своего пика, и можно перенимать вот зарубежный опыт. Акцент делаю на том, что основное, конечно, международное признание спортивной психологии получила в 2013 году на Конгрессе по психологии спорта по инициативе Международного Олимпийского комитета в Лозане, непосредственно первым Кубертеном. Поэтому вот участие в конференциях – это вообще наиболее перспективное направление международного сотрудничества в области психологии спорта. Я акцент сделаю на том, что мы такие организовывали в РФУ научно-практические семинары с привлечением российских и зарубежных экспертов. И вот только что прошла встреча членов АСП с представителями Управляющего совета Международного общества спортивной психологии ФИПСАК, президентами Испанской Федерации и Мексиканской ассоциации спортивной психологии. То есть вот смотрите, конечно, организация форума позволяет привлечь очень большое количество иностранных коллег. И, конечно, вот здесь, мне кажется, такой ключевой момент встречи со специалистами из разных стран. Еще, может быть, акцент сделаю, что на сайте конференции видеообращение Даниэла из Австралии, где он приглашает в сотрудничество коллег. И это вот на сайте конференции вот это видеообращение есть. То есть у нас есть информация и контакты с коллегами. Вот на этом сайте, на сайте конференции, где мы можем действительно публиковать какие-то материалы зарубежных коллег наших и рекламу, уже сейчас рекламу российских коллег и российских конференций. Еще один момент. Я говорила о том, что совместные какие-то проекты можно осуществлять. И мы осуществили несколько проектов. Это исследование спортсменов в условиях локдауна. И создали совместный журнал, издали с испанцами, с Гарсия. Вот представляю здесь, публикация была в журнале практической спортивной науки, редактор журнала Янчева Татьяна Станчева, это университет Василий Левский, Болгария. РПД это журнал Алекса Гарсии, вообще во всяком случае Ассоциации, Испанская Федерация Спортивных Психологов здесь. И здесь вот ResearchGate, где необходимо вообще всем нашим ученым регистрироваться, потому что там в принципе собраны, подключаются вот на ResearchGate, можно инициировать. Я могу, например, пригласить всех желающих, и вы подключитесь к этой платформе, где есть все члены управляющего совета, фактически все университеты, которые публикуют там свои статьи по спортивной психологии. Поэтому это в открытом доступе, буквально на, так скажем, в одном месте собраны сейчас публикации ученых со всего мира, и Америка, и Европа, и Австралия, и Тайвань. И в принципе обмен вот этими исследованиями вообще возможно достаточно быстро осуществить через эту платформу. Ну и вот конкретные организационные задачи. Я предлагаю, значит, публикацию отчета АСП в бюллетень, спортпсихология, консул. Это до 10 декабря нужно сделать, там просто нужно перечислить, вступить обязательно в члены ФИПСАК, вступление в коллективные члены ФИПСАК и индивидуальные члены АССП. Дальше организовать совместный симпозиум АСП с определенной тематикой в рамках Всемирного конгресса по спортивной психологии в Тайбэе и в 22-м году в Падуе. То есть это вот такие хорошие организационные шаги. Дальше я предлагаю участвовать вам всем в создании журнала вопроса спортивной психологии и педагогики на базе УФУ с продвижением базы данных Скопус и ВОЗ. Ну и вот мое предложение провести мозговой штурм в АСП, в ассоциации это новая инициатива развития сотрудничества международного, тематика и программа международных проектов, ну, сотрудничество в создании нового журнала. Спасибо за внимание. Здесь сайт АСП и действительно хотелось бы по международному сотрудничеству провести такой мозговой штурм, который бы был интересен вообще всем заинтересованным людям. Большое спасибо, Емила Николаевна, за такое наше погружение в международное сотрудничество, за такую международную панораму. И у меня к вам тоже просьба. Пожалуйста, вы все что хотите, ссылочки, которые вы считаете целесообразными, чтобы они были широкому кругу. Вот, вы мне, пожалуйста, пришлите, у нас есть спортивные психологи из ПБГУ, я там все размещу. Хорошо, хорошо, обязательно. Мы так будем все это расширять. Уважаемые коллеги, первая часть нашей работы сегодняшней нашей секции завершается. Мы все успешно выступили. И теперь я предлагаю, у нас как раз в программе запланирован небольшой перерыв для восстановления сил после таких тяжелых интеллектуальных нагрузок, вот, а то и даже экстремальных в каком-то роде с подключением.